Илья Эйренбург. Люди, годы, жизнь. Книга вторая. Издательство «Советский писатель», Москва, 1961 год. Читает Игорь Мурашко. Илья Эйренбург. Разговоры о миссии России, о гниле Запада, о Достоевском. Но люди были заняты другим. Они не разговаривали, а ругались. Проклинали, кто большевиков, кто Керенского, кто революцию. На финляндском вокзале нас встретила пожилая меньшевичка в Пенсне. Она мне сказала, идите за мной. Я ответил, что меня сопровождает конвойный. Она начала ругать солдата. Солдат ругал ее. Она ему говорила, что он мешочник. Он действительно вез с собой кулек. А он отвечал, что она, наверное, жрет мармелад. Я стоял и дивился. Меньшевичка нас отвезла в общежитие. Там было тесно и темно. Какой-то юноша кричал своему соседу. Какой ты революционер? Ты галифе. Тебя нужно приставить к стенке. Как всем политэмигрантам мне дали отсрочку. Поручик в участке сказал, что в армии и без меня достаточно болтунов. Я получил в биржовке причитавшийся мне гонорар и поселился в меблированных комнатах на мойке. С утра я шел на улицу и смотрел. Архитектура города, его проспекты казались мне необычайно ясными, величественными. Но понять что-либо было невозможно. Я пошел на митинг в цирк Ченизелли. Народа было много. Но я сразу почувствовал, что речи всем надоели. Энтузиазм первых месяцев, видимо, успел и тякнуть, и даже болтуны выговорились. Выступали люди случайные. Седая дама доказывала, что революцию спасет эсперанто. И они слушали. Потом выступал анархист. Он говорил, что необходимо сейчас же отменить государство. Все на него кричали. Тогда он стал отчаянно свистеть. Его стащили с подмостков. Элегантно одетый молодой человек умолял не отдавать Россию кайзеру. На него насели два солдата. А ты, сукин сын, в окопе сидел? Я попытался разыскать поэтов, с которыми переписывался. Никого из них в городе не оказалось. Мне отвечали на дачи или в Крыму. Сорокин как-то послал за мной. Приходи, здесь сейчас блок. Я побежал в зимний дворец, но пришел слишком поздно. Блока уже не было. Так я и не увидел поэта, стихи которого любил больше всего. В Биржовке мне посоветовали пойти в ресторан Вена. Там по вечерам собираются поэты и художники. Я решил, что Вена нечто вроде ротонды. Но за столиками сидели обыватели, офицеры, спекулянты. Один кричал, что же вы на карточке пишете, если этого нет? Вы еще Николая поставьте. Дама визжала, почему они прозевали Ленина? На улицах ловили дезертиров. Патрули, проверявшие документы, сами походили на дезертиров. В магазинах можно было купить гаванские сигары, северские вазы, стихи графини Денуай. В кондитерских подавали кофе с медом, сахара уже не было. А вместо пирожных тоненькие ломтики белого хлеба и повидло. Извозчики больше не говорили про овес, только угрюмо ругались. Один поэт, с которым я познакомился в редакции Биржовки, сказал, единственная надежда на генерала Корнилова. Его зовут Лавр, это символично. Солдаты говорили про замирение. Дезертиры ничего не говорили, мрачно поглядывали на прохожих. По Невскому гуляли девушки в военной форме. Они лихо козыряли, и груди у них были очень большие. Они митинговали на углу Садовой, кричали, что нужно найти Ленина, а пока что арестовать Чернова. Я услышал Чернова. Он говорил, как в Париже, очень возвышенно. Но в марте он меня чем-то тронул, а в августе показался смешным. Он умел говорить и, в общем, напоминал французского радикал-социалиста, который клянется избирателям, что если его выберут, то он построит мост через речку. Чернов клялся, что даст крестьянам земли и спасет Россию от немцев. У него были хитрые глаза. По-моему, никто из слушавших ему не поверил. Слышал я и Керенского. Это напоминало театр. Казалось, что глава временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть. Все же полсотни женщин истошно вопили, приветствуя его. Одна кинула ему букетик полувядших астр. Он поднял цветы и почему-то их понюхал. Я встретил двух-трех эмигрантов, которых знал по Парижу. Один из них, большевик, его звали Сашуней, сказал, что Антонова-Всеенко сидит в крестах, что меньшевики — предатели. Время споров прошло. Я спросил его, не боится ли он, что немцы, воспользовавшись гражданской войной, захватят Петроград. Он стал кричать, что я рассуждаю как меньшевик, что я интеллигент с головы до ног, интеллигенция путается в ногах, теперь не немцы страшны, а оборонцы. Я проговорил час или два Савенковым. Он был помощником военного министра, и я не узнавал того Бориса Викторовича, который уныло усмехался в ротонде. Савенков говорил о крутых мерах, о диктатуре, о порядке. Керенского он назвал фразером, который упивается тембром своего голоса. О временном правительстве отозвался презрительно. Это растерявшиеся люди, они заседают не сидя, а стоя. В зимнем дворце я увидел, как жил царь. Жил он неинтересно. Комнаты были заставлены безвкусной мебелью, мещанскими безделушками. Такие же вещи я увидел потом в пекинском дворце в покоях последнего китайского императора. Среди пуфов стояли раскладушки, валялись винтовки. Революция, которую Савенков хотел преждевременно похоронить, бродила по залам зимнего дворца. На лестнице какая-то дама схватила помощника военного министра за борт пиджака. Но вы мне скажите, почему Жоржа держит вас строге? Он еще в лицее читал Герцена. Савенков познакомил меня с Степуном. Я знал, что Степун — философ, что написал интересную книгу «Письма прапорщика», в которой показал войну без обязательной позолоты. Менее всего я мог себе представить его исполняющим должность начальника политического управления военного министерства. Лицо у него было скорее мечтателя или пастора. Я начал бестолково и страстно твердить, как Сашуне, что немцы могут оккупировать Россию и задавить революцию. Он спросил, не хочу ли я стать военным комиссаром. Я усмехнулся. Комиссар должен понимать, объяснять другим. А я занят одним. Всех спрашиваю. Был я и в Смольном. Там люди кидались на Чхиидзе, кричали, что Савенко взговаривается с генералами, а в тюрьму сажают рабочих. В коридорах спали солдаты. Один из парижских эмигрантов мне строго сказал, «Здесь тебе не ротонда. Иди на фронт». Я ответил, что меня не хотят брать в армию. Он зло рассмеялся. «Значит, ты большевик. Я тебя выведу на чистую воду». Старушка прижала меня к стенке, плакала. «Ты им скажи, что Андрюша дочка в консерватории, а сукно это Мишукин получил». В Петрограде тогда находились Тихон Иванович Сорокин и Катя с моей дочкой Ириной. Они жили у отца Кати, который не мог слышать моего имени. Ко всем прочим грехам я был евреем. Катя тайком от отца привела ко мне Ирину. Девочке тогда было шесть лет. Я ее повел в кафе «Ампир», угостил белым хлебом с повидлом. Потом мы гуляли по Невскому. У Ирины одно время была няня-итальянка. Она ее научила молиться Богу. Девочка попросила, чтобы мы зашли в Казанский собор. Там она тотчас встала на колени и приказала мне последовать ее примеру. Я не послушался. Ирина начала кричать, плакала. Женщины, молившиеся в соборе, возмутились. Стыдно в святом месте обижать ребенка. К счастью, Ирине надоело молиться, и она спросила, нельзя ли снова пойти в кондитерскую. Тихон сказал мне, что Степун направляет его на Кавказский фронт, а меня хочет сделать помощником Тихона. Я долго смеялся. Тихон разбирался в событиях еще меньше, чем я. Он хорошо знал книги Владимира Соловьева и архитектуру ранней готики. Интересно, о чем он будет говорить солдатам? О вечной женственности или о витражах Шартерского собора? В архиве я нашел удостоверение военного министра от сентября 1917 года, в котором говорится, что в согласии с фронтовой комиссией Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда советов солдатских и рабочих депутатов я назначен помощником военного комиссара Кавказского военного округа. Я был в Ялте, и об этом назначении узнал, когда уже исчезли и военный министр, и Кавказский фронт. Все уверяли, что кто-то скоро выступит. Одни считали, что выступит генерал Корнилов, другие, что выступят большевики. Я понял, что ничего не пойму, и уехал в Москву. Вот и Остоженко. Здесь я знал все переулки, все вывески. Сначала город мне показался более спокойным, но это была видимость. Люди и здесь ничего не понимали. Я попробовал разыскать старых знакомых. Прошло восемь лет, а это немалый срок. Один гимназист, ходивший в 1907 году на наше собрание, успел стать модным адвокатом. Когда я назвал себя, он начал на меня кричать. Доигрались! Мог бы сидеть в Париже, там, по крайней мере, не стреляют на улицах. Гимназистка Люся, которая обожала стихи Лермонтова, оказалась полной дамой с усиками. Она меня напоила чаем, но замучила жалобами. Нет сахара, прислуга дерзит, ночи страшно выйти на улицу. На Тверской помещалось кафе Бомб с красными бархатными диванами. Там подавали кофе и пирожные. Туда приходили писатели. Там я познакомился с Лидиным. Он был розовым и очень опрятным. Говорил о лошадях, о конюшнях, о мастерстве Бунина. Зайцев задушевно рассказывал о красоте православных обрядов и о новелле. Ходосевич язвительно обо всех отзывался и писал нежные стихи о том, что его клонит к смерти, как девушек вечером клонит ко сну. У него было лицо, похожее на череп. Алексей Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне, «Пакость, ничего нельзя понять. Сесть спять или с ума». Алексей Николаевич уверял, что я похож на мексиканского каторжника. Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить. Подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала, «Здесь вам не университет». Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным. Мне казалось, что именно поэтому я не могу разобраться в значении происходящих событий. Но и Алексей Николаевич был растерян не меньше меня. Недавно я перечитал дневники Блока, письма Короленко, статьи Горького. Все тогда и принимали, и отвергали, и соглашались, и протестовали. Очевидно, мексиканский каторжник оказался при проверке заурядным русским интеллигентом. Я говорю это не для того, чтобы каяться или оправдываться. Мне хочется объяснить мое состояние в 1917-1918 годы. Конечно, теперь я вижу все куда яснее, но гордиться здесь нечем. Задним умом крепок каждый. Говорят, что из-за деревьев не видно леса. Это так же верно, как то, что из-за леса не видно деревьев. Читая о Франции 1793 года, мы видим конвент, неподкупного Робеспьера, гильотины на площади революции, клубы, где витийствовали санкелоты, памфлеты, заговоры, битвы. А в том самом году Филипп Лебон сидел в маленькой лаборатории и думал о газе. Тальма репетировал ложно-классическую трагедию. Модницы примеряли новые шляпы с лентами. Домашние хозяйки рыскали по городу, разыскивая исчезающие продукты. Алексей Николаевич Толстой так описал разговоры лета 1917 года. Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы? Другой говорил, оставьте, батенька, зачем нас резать? Чепуха! Не верю. А вот продовольственные магазины громить будут. Третий сообщал из достоверного источника, что к первому числу город начнет вымирать от голода. Случайно у московских знакомых сохранилась моя записная книжка 1917-1918 годов. Записи настолько лаконичны, что порой я не могу их расшифровать. Но некоторые строки помогли мне многое восстановить в памяти. Записал я и про первую встречу с Брюсовым. Это было в то самое лето, о котором писал Толстой. Я провел у Валерия Яковлевича несколько часов. Он прочитал мне недавно написанное им стихотворение о Бариадне, и мы поспорили. Если сформулировать эту часть беседы, то она будет выглядеть достаточно неожиданно для августа 1917 года. Первое. Правда ли, что Тезей испытывал угрязение совести, оставил Ариадну на безлюдном острове? Второе. Как правильнее писать Тезей или Фессей? Валерий Яковлевич настаивал на последней транскрипции. Третье. Нужно ли современному поэту писать о Тезее? Я говорил, что не нужно. Можно подумать, что Брюсов был эстетом, формалистом, вечным декадентом, решившим противопоставить свой мир действительности. Это неверно. Вскоре после Октябрьской революции, когда и его сверстники, и поэты более молодого поколения, в том числе и я, недоумевали, метались, многое оплакивали, многим возмущались, Брюсов уже работал в первых советских учреждениях. Если он говорил со мной о Тезее, то потому что верил в живучесть поэзии и уважал свою собственную работу. Всю жизнь он жил книгами, чужими и своими. В молодости он как-то признался, что у него глупая чувствительность к романам, когда ее вовсе нет к событиям жизни. Я шел к нему с двойным чувством. Помню его письма, он ведь неоднократно приободрял меня, уважал его, а стихи его давно разлюбил и боялся, что не сдержусь, невольно обижу человека, которому многим обязан. Валерий Яковлевич жил на первой Мещанской. Чтобы попасть к нему, я должен был пересечь знаменитую Сухаревку. Если Ватикан в Риме независимое государство, то таким государством в Москве 1917 года была Сухаревка. Она не подчинялась ни Временному правительству, ни Совету рабочих депутатов, ни милиции. Прекрасная башня выселась над грандиозным рынком. Здесь, кажется, еще жила древняя Русь с ее слепцами, певшими за унывные песни, с нищими, с юродивами. Матерщина перебивалась причитаниями, древняя башба разговорами о керенках, о буржуях, о большевиках. Кого только тут не было. И дезертиры, и толстущие бабы из окрестных деревень, и оказавшиеся безработными гувернантки, экономки, приживалки, и степенные чиновницы, и воры, рецидивисты, и сопляки, торговавшие рассыпными папиросами, и попы с кудахчущими курами. Все это шумело, чертыхалось, покрикивало, притопывало. Человеческое море. Восплакался Адамий, раю мой, раю, гнусавил слепец. Его песня еще звучала у меня в ушах, когда я подошел к дому Брюсова. Сухаревка была необходимым предисловием, ключом к разгадке сложного явления, именуемого Валерием Брюсовым. Ведь если можно спорить о ценности стихов, посвященных Тезею, Ассаргадону, Кукулкану, то никто не станет отрицать значение Брюсова в развитии русской культуры. Валерий Яковлевич как-то написал, «Хотел бы я не быть Валерий Брюсов, но хорошо, что он им был». Конечно, ни одна только Сухаревка имеет право значиться в предисловии. Я сказал о ней, потому что Брюсов жил неподалеку. Можно было бы припомнить и Зарядье с его лабазами, и общество свободной эстетики, и Китай-город, и купца Щукина, покупавшего холсты никому неведомого Пикассо, и литературно-художественный кружок на Большой Дмитровке, где Валерий Яковлевич проповедовал научную поэзию, пока члены кружка, прекрасно обходившиеся и без науки, и без поэзии, играли в винт. Брюсов одевался по-европейски, знал несколько иностранных языков, в письма вставлял французские словечки, на стены вешал не Маковского, а Робса. Но был он порождением старой Москвы, степенной и озорной, безрассудной и смекалистой. Его трудолюбие, энергия поражали всех. При том первом свидании, о котором я рассказываю, он запальчиво возражал против моего, как он говорил, безответственного отношения к поэтической работе. При чем тут вдохновение? Я пишу стихи каждое утро, «Хочется мне или не хочется, я сажусь за стол и пишу. Даже если стихотворение не выходит, я нахожу новую рифму, упражняюсь в трудном размере». Вот черновики. И он начал выдвигать ящики большого письменного стола, заполненные доверху рукописями. Меня он укорял за легкомыслие, дилетантство, говорил, что нужно устроить высшую школу для поэтов. Это ремесло, хотя и святое, и оно требует обучения. Он был великолепным организатором. Отец его торговал пробкой, и я убежден, что если бы в молодости Брюсов не напал на стихи Верлена и Маларме, у нас выросли бы леса пробкового дуба, как в Эвстримадуре. Работоспособность в нем сочеталась с чистолюдием. Когда ему было 20 лет, он записал в дневнике «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало. Мне мало. Надо выбирать иное. Найти путеводную звезду в тумане. Я вижу ее. Это декаденство. Да, что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли. Но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно, когда оно найдет достойного вожжа. А этим вожжем буду я. Да, я. Он организовывал издательства, создавал журналы, писал труды о стиховедении, переводил латинских авторов, спорил с признанными авторитетами, наставлял молодых, боялся одного. Отстать от своего времени. Он часто писал о хаосе. Это шло оттючево. Но Брюсову хотелось взять воспеваемый им хаос и его организовать. Помню, как я пришел к нему в конце 1920 года в маленький особняк, где помещался Лито, так назывался отдел наркомпроса, которому была вверена литература. Валерий Яковлевич говорил со мной как заведующий отделом, предлагал работу. Он показал на стену, там висела диковинная диаграмма, квадраты, ромбы, пирамиды, схема литературы. Это было наивно и вместе с тем величественно. Седой маг, превращающий поэзию в канцелярию, а канцелярию в поэзию. Его часто называли рационалистом, человеком сухого рассудка. Многие уверяли, что он никогда не был поэтом. По-моему, это неверно. Разум для Брюсова был не здравым смыслом, а культом. И в своей вере в разум он доходил до чрезмерности. Поэтом он был даже в самом обыденном обывательском понимании этого слова. Жил в условном мире иступленных схем. Его замечательно написал в рубль. Сухие обжигающие глаза, голова как бы срезанная сзади. Вспоминаю кафе поэтов в Москве в 1918 году. Приходили туда люди, мало причастные к поэзии. Спекулянты, дамочки, молодые люди, именовавшие себя футуристами. Валерий Яковлевич объявил, что будет импровизировать терцины на темы, заданные посетителями. Ему посылали дурацкие записки. Он как будто не замечал ни официантов с их криками «Два кофе, два!» ни смеха подвыпивших матросов. Строгий, торжественный, он читал стихи. У него был странный голос, когда он декламировал. Резкий, отрывистый. Читая, он откидывал голову назад. Он походил на укротителя, только перед ним были не цирковые львы, а слова. Он сочинял терцины то о Клеопатре, то о барышне, сидевшей за столиком, то о прозрачных городах будущего. Ко всему он подходил серьезно. Его эротические стихи, нечто вроде путеводителя по царству Афродиты. Окруженный поэтами, охваченный мистическими настроениями, он начал изучать оккультные науки, знал все особенности инкубов и суккубов, заклинания, средневековую вражбу. Когда появились футуристы, Бальмонт наивно просил их помедлить с его низложением. Брюсов попробовал сам низвергать. Написал стихотворение «Футуристический вечер». Маяковский писал «А за солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная дряблая луна». У Брюсова монетой плохо отчеканенной луна над трубами повешена. Футуристы, однако, не признали его своим, и среди их лозунгов значилось «Стащить бумажные латы с черного фрака Брюсова». Валерий Яковлевич разыскал во Франции мало кому известного поэта Ренагиля, изобретателя научной поэзии. Брюсову рассуждения Ренагиля понравились. Валерий Яковлевич давно уже хотел быть колдуном с высшим образованием, магом-академиком. Он изучил Пушкина, писал об анагорах, зевгмах, пролепсах, селепсах, подсчитал, что в третьей главе Онегина 73% рифм отличается согласованием доударных звуков, а в четвертой главе всего 54%. Брюсов попытался дописать египетские ночи, создать обновленный вариант медного всадника. Эти его вещи не хочется перечитывать. Несправедливо некоторые обвиняли Брюсова в отсутствии вкуса. Эта черта присуща всем символистам. Очевидно, такой у них был вкус. Разве не удивительно, что почти все они восхищались поэзами Игоря Северянина, которые нам кажутся образцом пошлости? Брюсов мог незадолго до смерти писать «Я между мирок равен первым я на собрании знать и тер и каждым сдохом, каждым нервом я вторю высшим духом сфер». Я думаю сейчас о поэзии символистов. Это было замечательное явление. Родился великий поэт Александр Блок. Русский стих как будто раскрепостили. Но до чего мне по-человечески понятнее письма не только Чехова, но и его тусклых сателлитов, чем дневники Брюсова, путевые очерки Бальмонта или переписка между Блоком и Андреем Белым. К принятию революции Брюсова привел разум. Он увидел завтрашний день. Ему было уже под 50. Он работал над сохранением библиотек, над распространением поэзии, делал много доброго и важного. Есть довольно уродливое немецкое слово «культуртрегер». По смыслу оно вполне подходит к деятельности Брюсова и до революции, и после. Я предпочту более старомодные определения. Брюсов был просветителем. Он верил, что революция коренным образом переменит все. Говорил мне, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической столь же сильно, как христианский Рим от Рима Августа. Он хотел подойти к новому и как поэт, но был слишком тесно связан с прежним миром. Его стихи о революции наполнены мифологическими образами. В них знакомый нам словарь символистов. В октябрьские дни он видел в Москве трех парок Эллады. Когда Чичерин подписал соглашение с Германской Республикой, Брюсов писал от Совета Лемуров до Совета Вропалла. Он обличал защитников капитализма. Было так, длилось под разными флагами, семирамиды до Пуанкаре. Кто-то, засев властелином над благами, крепко сжимал роковое каре. Я вспоминаю аккуратного среднего француза Мсье Пуанкаре. Он бесспорно был бы польщен, что кто-то поставил его рядом с легендарной семирамидой. Порой Брюсовым овладевала тоска, и он жаловался, как в молодости. Все люди теперь и прежде и в грядущем, взглянув на забор повтор все тех же арпеджий, аккордов старый набор. Он умер осенью 1924 года в возрасте 51 года. Я был в Париже. Мы устроили вечер памяти Брюсова. Когда человек умирает, вдруг его видишь по-новому, во весь рост. Есть у Брюсова прекрасные стихи, которые кажутся живыми и ныне. Может быть, над его колыбелью и не было традиционной феи, но даже если он не родился поэтом, он им стал. Он помог десяткам молодых поэтов, которые потом его осуждали, отвергали, не спровергали. А молодой советской России этот неистовый конструктор, неутомимый селектор был куда нужнее, чем многие сладкопевцы. не могу не вспомнить еще раз моих парижских лет. Валерий Яковлевич меня поддержал, даже его упреки помогали мне жить. При первой нашей встрече Брюсов заговорил о Наде Львовой, рано оказалась не зажившей. Может быть, я при этом вспомнил предсмертное стихотворение Нади о седом виске Брюсова. Но только Валерий Яковлевич показался мне глубоким стариком. И в книжку я записал седой, очень старый. Ему тогда было 44 года. Записал я также жизнь у него на втором плане. Может быть, думал при этом о Наде, может быть, о революции. Но уже, наверное, помнил его слова о том, что все в жизни лишь средство для яркопевучих стихов. Он подарил мне на память маленькую книгу, написал «Знак близости в одном, расхождений в другом». Это относилось к нашему спору о поэзии. О событиях того грозового лета мы не говорили. Только уходя, я не выдержал, спросил, что будет дальше? Валерий Яковлевич ответил стихами «Растет потоп, но с небосвода приосеняя прах, как арка радуги, свобода гласит о светлых днях». Я снова очутился на Сухаревке. Слепой с его Адамием исчез. На углу сретенки толпились люди, кого-то пырнули ножом. Я постоял и пошел дальше. А думал я не от Эзея о потопе. Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было 25 лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности. осанка была горделивой, голова откинутая назад с очень высоким лбом. А растерянности выдавали глаза, большие, беспомощные, как будто невидящие. Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась ни то барышней недотрогой, ни то деревенским пареньком. В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках. Одна была простой русской женщиной, сельской попадьей, другая польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодная учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту. Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи. Некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах. По улицам оставленной Москвы поеду я, и побредете вы, и ни один дорогой отстанет, и первый ком о крышку гроба грянет, и наконец-то будет разрешен себе любивый одинокий сон. Прости Господь, погибшей от гордыни новоприставленной Болярине Марине. Войдя в небольшую квартиру, я растерялся. Трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся, а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка, и, прижавшись доверчиво, зашептала «Какие бледные платья, какая странная тишь, и лилии полны объятья, и ты без мысли глядишь». Я похолодел от ужаса. Дочке Цветаевой Алле было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным, и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины. Она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов. В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего, но она отшатнулась от революции, создав в своем воображении романтическую вандею, жалела царя, хотя и осуждала, помянет потомство еще не раз византийское вероломство ваших ясных глаз. Повторяла «Ох, ты барская, ты царская моя тоска, почему ее муж Сережа Эфрон ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи, актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа походил на него, был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном. Он уехал, а Марина писала неистовые стихи за Софью на Петра. Писала Андрэш Эньев зашел на Эшафот, а я живу, и это страшный грех. Она читала эти стихи на литературных вечерах. Никто ее за это не прихледовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной труднейшей жизнью. Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктабеля в Москву, я нашел Марину все в том же иступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых. «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и русскую Вандею, многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев. Она не верила. Пробовал я поспорить. Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на которой она написала «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды, и чья вражда мне дороже любой дружбы». Эренбургу от Марины Цветаевой, Берлин, 29 мая 1922 года. С ячими, даже с твердыми знаками, хотя к этому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что. Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что Эфрон жив и находится в Праге. Я написал об этом Марине. Она воспрянула духами и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали. В наркоменделе Миркин сказал, вы еще пожалеете о том, что уезжаете. Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан». Ее встреча с мужем была драматичной. Сергей Яковлевич был человек обостренной совести. Он рассказал Марине о зверствах белогвардейцев, о погромах, о душевной пустоте. Лебеди в его рассказах выглядели воронами. Марина растерялась. В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу. В 1958 году сборник «Лебединый стан» был издан в Мюнхене. Уезжая накануне Второй мировой войны в Советский Союз, Цветаева оставила часть своего архива в библиотеке Базеля, нейтральная страна. Не знаю, как удалось издателям получить рукопись. Преследовали они, конечно, политические цели, нарушив волю Цветаевой. Она ведь провела в эмиграции 17 лет. Много раз ей предлагали издать «Лебединый стан», она всегда отказывалась. Мне хочется углубить, да и расширить разговор об опоэтизированной Мариной Цветаевой в Андее, сказать о том, как порой искусство становится позой, бутафорией, одеждой. Я уже упоминал об этом, вспоминая свои ранние стихи. Это относится не только к «Лебединому стану», но ко многим книгам многих поэтов. И этот разговор может хотя бы отчасти помочь понять дальнейшие главы моего повествования. Как я говорил, у меня не сохранилось старых писем. Часть своего архива Цветаева привезла в Москву. Есть в нем черновики некоторых писем ко мне. В одном из них Марина писала «Тогда в 1918 году вы отметали моих донжуанов плащ неприкрывающий и неоткрывающий. Теперь в 1922 году моих царь-девиц и егорушек. Русь во мне, то есть вторичная. И тогда и теперь вы хотели от меня одного меня, то есть косяка вне плащей и вне кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через все это для вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного, без чего я не я. Я вас ни разу не сбила, себя постоянно и буду. Вы оказались зорче меня. Тогда в 1918 году и теперь в 1922 году вы были жестоки ни одной прихоти. Вы правы. Блуд прихоть в стихах ничуть не лучше блуда прихоти своеволия в жизни. Другие, впрочем, два разряда одни блюстители порядка в стихах что угодно только ведите себя хорошо в жизни, вторые эстеты все что угодно в жизни только пишите хорошие стихи. и вы один не блудите ни в стихах ни в жизни этого вам не нужно. Вы правы потому что к этому я молча иду. Она шла и пришла к той цели которую перед собой поставила пришла дорога из страданий одиночества отверженности. Сложны и мучительны были ее отношения с поэзией. Она написала о Брюсове много несправедливого. Видела внешность и не попыталась заглянуть глубже, задуматься, но разумеется ее должны были возмутить строки «Ведь может все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов и ты с беспечального детства ищи сочетание слов». Цветаева отвечала «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств, точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются». Вместе с тем она жила в плену у поэзии. Вспоминая слова Каролины Павловой, Цветаева назвала одну из своих книг «Ремесло». В ней она писала «Ищи себе доверчивых подруг, не выправивших чудо на число. Я знаю, что Венера дело рук, ремесленник, я знаю ремесло». Марина многих в жизни называла своими друзьями. Дружба внезапно обрывалась, и Марина расставалась с очередной иллюзией. Был, однако, один друг, которому она оставалась верна до конца. Да, был человек возлюблен, и сей человек был стол, ее рабочий стол. Стихи. Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за свою страсть к искусству. Но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно, и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы. Все, кроме поэзии. Мало осталось людей, которые знали Цветаеву, но ее поэзия только-только входит в мир многих. Сотрчества до смерти она была одинокой, и эта ее отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего. Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием. Очутившись в эмиграции, Цветаева оказалась снова одинокой. Ее неохотно печатали эмигрантские журналы, а когда она написала восторженно о Маяковском, заподозрили в измени. В одном из писем Цветаева рассказывала, в эмиграции меня сначала сгоряча печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое, тамошнее. Содержание будто наше, а голос ихний. В том, что обычно называют политикой, Цветаева была наивна, упряма, искренна. В 1922 году я выпускал вместе с художником Лисицким журнал «Вещь». Он выходил по-русски, по-французски и по-немецки. Марина по своему желанию перевела для журнала на французский язык обличительное стихотворение Маяковского «Слушайте, сволочи». В 30-е годы, давно охладев к русской вандее, она все еще не могла примириться с новым стилем. Я говорю не об искусстве, а о календаре. Я вспоминаю рассказы о первом годе советской власти. В Петрограде на одном из совещаний Блок страстно отстаивал старую орфографию. Все он принимал, а вот лес безъятия ему казался не лесом. В годы Первой мировой войны Цветаева писала «Германия, мое безумие, Германия, моя любовь». Она не была одинока. Блок тоже говорил о своей приверженности к немецкой культуре. Четверть века спустя немецкие дивизии вступили в преданную Прагу, и Марина их прокляла «О мания, о мумия величия, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь». Наши встречи в тридцатые годы были редкими, случайными, пустыми. Я не знал, как она живет, чем живет, не знал я новых стихов. Это были для Цветаевой годы больших испытаний и большой работы. Теперь я вижу, как она поэтически росла, освобождаясь от последних плащей, находила простые пронзительные слова. Жилось ей очень плохо. Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день. На них вчетвером у меня сын восьми лет, Георгий, живем, то есть просто медленно поддыхаем с голоду. Эфрон стал одним из организаторов союза возвращения на родину. Он показал себя мужественным, обращаясь к своему сыну, к молодым, родившимся в эмиграции. Марина писала «Перестаньте справлять поминки по Эдему, в котором вас не было». Аля уехала в Москву, вскоре за нею последовал Эфрон. «Но не было в мнимом Эдеме и самой Цветаевой. Прошлый мир никогда и не казался потерянным раем. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя». Она многое любила именно потому, что нельзя. Аплодировала не в те минуты, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес, уходила во время действия из зрительного зала и плакала в темном пустом коридоре. Девочкой Марина увлекалась орленком и всей условной романтикой Ростана. С годами ее увлечения стали глубже Гете, Гамлет, Федра. Она иногда писала стихи по-французски, по-немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя иностранкой. Все в ней связано с родным пейзажем. От жаркой рябиной молодости до последней кровавой Бузины. Основными темами ее поэзии были любовь, смерть, искусство. И эти темы она решала по-русски. Любовь для нее тот поединок роковой, о котором говорил Сустьев. Цветаева писала о пушкинской Татьяне. У кого из народов такая любовная героиня? Смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая. Пусть и сего Марина была влюбленной и непреклонной. Цветаева вернулась на родину с 14-летним сыном в 1939 году. Кажется, одним из ее последних стихотворений было написано после того, как фашисты прикончили Испанию и вторглись в Чехословакию. «Отказываюсь быть, в бедлами негде отказываюсь жить, с волками плохих людей отказываюсь выйти». Эфрон погиб, Аля была далеко, Марина и в Москве оказалась одинокой. Она пришла ко мне в августе 1941 года. Мы встретились после многих лет, и встреча не вышла по моей вине. Это было утром. Тарелка успела уже рассказать, наши части оставили. Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловой видимость. Пришла посоветоваться о работе, о переводах. Когда она уходила, я сказал, Марина, нам нужно повидаться, поговорить. Нет, мы больше не встретились. Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация. Сын Марины погиб на фронте. Алю я иногда вижу. Она собрала неизданные стихи Марины. От некоторых строк Цветаевой я не могу освободиться. Они засели в памяти на всю жизнь. Дело не только в огромном поэтическом даре. Дороги у нас были разные, и, кажется, мы ни разу не встретились на одном из тех перекрестков, где человек в действительности или только в своих иллюзиях выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое, постоянные сомнения в правах искусства и одновременно невозможность от него отойти. Марина Ивановна часто спрашивала себя, что важнее поэзии или созидание реальной жизни. Отвечала за исключением дармоедов во всех их разновидностях. Все важнее нас, поэтов. Она писала после смерти Маяковского «Прожил как человек и умер как поэт». Никогда Цветаева не пыталась укрыться от жизни. Напротив, хотела жить с людьми. Одиночество было для нее не программой, а проклятием. Она была тесно связана с тем единственным другом Марины, о котором она сказала, сей человек был стол. Она не была никогда в ротонде, не знавала Модильяне. Она писала «Гетто из браничеств, вал и ров, пощады не жди, всем христианнейшим из миров поэты жиды». Слово избранничество может сбить с толку, но Цветаева считала гетто не гордым отъединением, а обреченностью. Какой поэт из бывших и сущих не негр? Когда я перечитываю стихи Цветаевой, я вдруг перестаю думать о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих друзей, к своему люди, годы, жизнь. Передо мной клочок желтой выцветшей газеты. Это Бержовка за 24 сентября 1917 года. Несколько театральных новостей. Михайловский театр репетирует смерть Иоанна Грозного. Но пьеса весьма возможно будет снята с репертуара причины малочисленность трупы и несоответствие политических тенденций самой пьесы с событиями и настроениями наших дней. Комиссия Прессовете, Р и СД устраивает в октябре ряд симфонических концертов. Участвуют солисты и оркестр 171-го запасного пехотного полка. Дирижировать концертами будут Глазунов, Зелоти и Коутс. Рядом напечатан мой очерк, присланный из Москвы. В квартире шесть у писателя символиста изысканное общество. Мадам Алеонора, Теосовка, офицер с орденами, еще писатель помоложе, несколько просто интеллигентов. Никто не слушает, стонет интеллигент. Недостоин наш народ свободы. Хамы, насильники, воры. В трамвае у меня два ключа украли. Палки требуют. Рано дали им свободу, не учли. Говорят, учите их. Этих-то мужиков нет, пускай попробуют, проявятся. Порежут друг друга, а потом приедет генерал на белом коне, усмирит. И лучше будет. Что вы, грустно вздыхает Теосовка, вы говорите, на коне генерал, а я думала, милюков. Так точно, палка необходима, учтиво, поясняет ей офицер. И возьмите, до этой свободы офицера, который, простите, и в морду даст при случае, солдатики очень уважали, можно сказать, любили, а теперь комитеты и прочее безобразие. Чтобы земляки наши резолюции выносили, не могу. Они мне, Георгия, за храбрость присудить хотели. Отказался. Хитрость, так точно, палка необходима, дисциплина. Писатель-символист, недоумевающе оглядывает гостей, закатывает глаза и вещает. Уходите, прячьтесь, спасайте нашу культуру, мудрость, веру от этих варваров. Все достояние в библиотеках, в музеях, в ваших душах. Храните музей, замкните от голоса улицы ваши уши. Я не раскрываю этих треклятых газет, почти не выхожу из дома. В моих ушах звенит пеон. А я, мэтр, заявляет молодой писатель, занял несколько иную позицию. В душе я бесстрастен, но слежу за игрой страстей. Я выше ее. Насколько материала для моего грядущего романа. все начинают беседовать о пеонах и ямбах, о символистах и футуристах. Лишь четверть часа спустя по поводу пастилы, стоящей семь рублей, изменяющей сахар, все возвращаются на землю. И снова стонет интеллигент хамы, палку генерала. Издеваясь над другими, я издевался над собой. Я не мечтал ни о палке, ни о генерале, ни о дешевой пастиле, но понять происходящее не мог. Москва жила, как на вокзале, в ожидании третьего звонка. Устраивали облавы на дезертиров, ругались повсюду, особенно в трамваях, которые ползли, облепленные людьми. В метрополе отчаявшиеся либералы пили французское шампанское, расплачиваясь большими листами неразрезанных керенок. По привычке они бормотали, что нужно спасти Россию. Может быть, ими хотелось спасти себя, но они больше ни во что не верили. В кафе Бом новоиспеченные издатели уверяли, что издадут Гаврию Лиаду, мемуары Распутина и полные собрания сочинений любого из нас. Некоторые быстро остывали к издательскому делу и переходили на мануфактуру или на сахар. В чайных на Шаболовке люди угрюмо ждали развязки. Моя мать была в Ялте. Мне хотелось повидать ее после долгой разлуки. С трудом я купил билет и прорвался в вагон. Мать я нашел сильно постаревший. Она кашляла, куталась в Оренбургский пилоток и была вот... стреляли часто и неизвестно почему. Я заехал в Токтебель к Волошину. Он говорил о стихине, о Тотопотле, о Вакуме, о трех эриниях со змеями, а глаза его напоминали окна с закрытыми ставнями. В поезде пассажиры поймали воришку, мальчика лет двенадцати. Все на него кинулись, били. Я до сих пор вижу детское лицо в крови. На одной станции поезд простоял часа три. Все пошли на базар, накупили хлеба и яблок, потом начали митинговать. Барышня, прижимая к груди буханку, истерически вопила, что теперь даже калеки обязаны идти на фронт. Солдат ее крыл матом, но она не унималась. Мешочники следили за своими мешками и загадочно усмехались. Когда я приехал в Москву, шли уличные бои. У красных ворот я увидел на мостовой старика. Его убила шальная пуля. В 1921 году автор Хулио Хуренито так описывал переживания персонажа, именуемого в романе Ильей Эренбургом. Я проклинал свое бездарное устройство. Одно из двух. Надо было вставить другие глаза или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают не мозгами, не вымыслом, не стишками, нет, делают руками историю. Кажется, нет ничего лучше. Беги через ступеньки вниз и делай ее скорее, пока под руками глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца. Но нет, я сижу в коморке, жую холодную котлету и цитирую тютчело. Проклятые глаза, косые, подслеповатые или дальнозоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть 33 правды, если от этого не можешь зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, крепкую. Кругом, по крайней мере, охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют Господа. Слава Богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали, кричит Леля. Слава тебе, Господи, умиляется ее прислуга Матреша, большаки берут верх. Я даже на это не способен. Запомните, господа из так называемого потомства, чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Оренбург. Я писал далее все в том же Хоренито. Пошла повсеместная панихида, причем многие оплакивали то, чего раньше не замечали или, замечая, не одобряли. Леля великодержавность, Сережа, тот, что с Михайловским, церковь, гимназист Федя, промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием. Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их со средним успехом в многочисленных кафе-поэтов. На этот раз автор Хоринито говорил не о воображаемом герое, а о самом себе. Говорил откровенно, отнюдь не пытаясь себя оправдать или приукрасить. Однако я издевался над собой не только три года спустя, но и в те самые дни, когда недоумевал, искал 33 правды и оплакивал мир, который никогда не был моим. Я писал тогда очень плохие стихи. Искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя. Молился Богу, в Которого не верил, рядился в чужую одежду. В дневниках Блока есть запись от 31 января 1918 года. Юноша Стэнк рассказывает Блоку об отношении молодежи к поэзии. Сначала было 3Б Баймонд Брюсов Блок показали с пресными Маяковский. И он пресный Эренбург. Он ярче всех издевается над собой. И потому скоро мы все будем любить только Эренбурга. Стэнк это молодой поэт Стенич. Познакомился я с ним позднее. Он читал вперемешку стихи Блока Маяковского Хлебникова свои собственные. Печально зубоскалил. Почему-то мне запомнилась его шутливая пародия на Аннинского. Бывают такие миги, когда не жаль и малых овец. Об этом писала в поваренной книге Елена Малаховец. Погиб он в тридцатые годы. Если бы я тогда услышал от Стенича, что кому-то могут нравиться мои стихи, я, наверное, удивился бы. Мне самому они не нравились. В записной книжке я себя уговаривал. Нужно перестать писать, заняться огородничеством или, когда все успокоится, купить аппарат со штативом и снимать портреты на ярмарках. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Эти строки написаны двадцатисемилетним поэтом, вторым секретарем российского посольства в Мюнхене. Молодой Тютчев читал в газетах о французской революции 1830 года и, находясь в спокойной сонной Баварии, позавидовал свидетелю бури. Он их высоких зрелищ зритель. А на самом деле, когда история переходит со страниц учебника на окрестные улицы, ничего нет глупее и унизительнее роли зрителя. Напрасно уже мудрец пытается осмыслить происходящее. Если подойти вплотную к большому зданию, будь оно самым прекрасным, самым величественным, видишь только детали. Участник событий понимает куда больше, чем холодный наблюдатель. Слепота поражает не того, кто любит и ненавидит, а того, кто пытается, сидя в зале, расшифровать мелькающие кадры фильма. Как-то я встретил Алексея Ивановича Акулова. Я знал его в Париже угрюмым, он много пил, не понимал, что ему делать, записывал что-то в блокнот, потом раскладывал на постели листочки и сшивал рассказ. Получил даже как-то премию. Числился он писателем, но выпив кричал «Какой я писатель! Уж если я на что-нибудь годен, так стрелять!» Биография его была бурной. Боевые дружины, тюрьмы, эмиграция, подполье, снова тюрьмы и снова эмиграция. В революционной Москве он чувствовал себя уверенно. Он мне сказал, что через несколько дней уезжает на фронт. Такое душевное веселье — привилегия активного участника событий. Удел наблюдателей куда горше. Горький писал, «Семнадцатом-восемнадцатом годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он политик, он в совершенстве обладал той четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы в особенности». Горький оказался наблюдателем и тринадцать лет спустя написал, «Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если бы она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений». Мне кажется, что Горький в одном не прав. Люди учатся на своих ошибках, а не на чужих. Уж слишком часто в истории повторяются одни и те же ошибки. Я не могу сказать, что я всегда чуждался политике, точнее действия. Я начал с подпольной работы, потом в зрелом возрасте не раз оказывался участником событий. В дальнейших частях моих воспоминаний политические события будут не раз заслонять книги или холсты. Но в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции. Для истории два года ничтожный срок, но в человеческой жизни это много смутных дней, сложных раздумий и простой человеческой боли. С тех пор прошло 43 года. Мне хочется напомнить, какой выглядела Франция 43 года спустя после революции 1789 года. Позади был калейдоскоп событий. Тормидор, госпожа Тальен, молодой корсиканец, наполеоновские войны, казаки в Париже, снова бурбоны, белый террор, маленькая революция, и в итоге Людовик Филипп, демократизм которого состоял в том, что он прогуливался с зонтиком в руке и отвечал на поклоны верно подданных. Для парижанина 1832 года революция 1789 года была событием давно минувшей загадочной эпохи. Из сотни людей, с которыми я вчера разговаривал, вряд ли один помнит дореволюционную Россию. Для 50-летних, не говоря уже о более молодых, советский строй не идея, о которой можно спорить не программа одной партии, а естественная форма общества. Конечно, на Западе и спорят, и сомневаются, и отрицают, но в 1960 году можно сравнивать, можно аргументировать сложной жизнью большого государства. русской интеллигенции в 1917-1918 годах было куда труднее. Я не оплативал ни имений, ни заводов, ни акций. Я был беден, и богатство с измольства презирал. Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от 19 века. Со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понял, что меняются не только порядки, но и понятия. Новый век многое принес и многое унес, а я пытался подойти к завтрашнему со вчерашней меркой. Впрочем, и это не главное. Если говорить честно, я еще не знал, что такое жизнь, хотя мне было уже 26 лет. Оговорки, описки, ошибки мешали мне понять значение текста. Я замечал много уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного. Осуществлялось то, о чем я мечтал подросткам, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про линию жизни. Такая линия действительно существует не на ладони, а в судьбе человека. И чем раньше ее увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что по ходячему определению цель оправдывает средства. Я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни человека, народа, века. Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний. Я оказался к ним подготовленным. 46 лет линия жизни мне была куда яснее, чем в 26. Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, тут ни убавить, ни прибавить. В истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц. Не все разворачивается так, как хотелось бы. Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года он пошел по новому непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники еще не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт, которого считали салонным, ложно-классическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эмильевич Мандельштам написал замечательные строки. Ну что ж, попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля, земля плывет, мужайтесь, мужи, как плугом океан деля, мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля. Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и главное, о той земле, которая нам стоила десяти небес. Не помню, кто меня познакомил с Маяковским. Сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино. Потом он повел меня к себе в маленький номер меблерашек Сан-Ремо в Салтыковском переулке около Петровки. Незадолго до этого я прочитал его книгу «Простое, как мычание». Он мне представлялся именно таким, каким я его увидел. Большим, с тяжелой челюстью, с глазами то печальными, то суровыми, громким, неуклюжим, готовым в любую минуту вмешаться в драку, сочетанием атлета с мечтателем средневекового жонглера, который, молясь, ходил на голове, с непримиримым иконоборцем. Когда мы шли в гостиницу, он бубнил эпитафию Франсуа Вийона, написанную в ожидании виселицы. «Я, Франсуа, чему не рад? Увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея». Едва мы вошли в номер, как он сказал, «Сейчас я вам прочитаю». Я сел на стул, он стоял. Он прочитал мне незадолго до этого законченную поэму «Человек». Комната была маленькой, никого кроме меня не было. Начитал он так, как будто перед ним толпа на театральной площади. Я глядел на гнусные обои и улыбался. Голенища действительно становились арфами. Маяковский меня поразил. В нем уживались поэзия и революция, сбудраженные улицы Москвы и то новое искусство, о котором мечтали завсегдатые ротонды. Мне даже показалось, что он может помочь мне найти правильный путь. Случилось иначе. Маяковский остался для меня огромным явлением и в поэзии, и в жизни века, но непосредственно он на меня никак не повлиял. Оставался близким и одновременно бесконечно далеким. Может быть, в этом особенность гения, может быть, особенность характера Маяковского. Он говорил, что поэты должны быть разными. Был вдохновителем лефа, нового лефа, рефа, хотел привлечь многих, объединить, но вокруг него оказывались только его приверженцы, порой эпигоны. Он рассказал, как на даче под Москвой он беседовал солнцем. Он сам был солнцем, вокруг которого кружились спутники. Я встречался с ним и в Москве в 1918 году, в 1920, и в Берлине в 1922, и в Париже, и снова в Москве, и снова в Париже. В последний раз мы виделись весной 1929 года за год до его смерти. Порой встречи были беглыми, порой значительными. Мне хочется рассказать о моем понимании Маяковского. Я знаю, что этот рассказ будет односторонним, субъективным, но могут ли быть иными показания современника? Из множества различных, порой противоречивых рассказов, легче воссоздать облик человека. Беда в том, что Маяковский, будучи страстным разрушителем различных мифов, с необычайной быстротой превратился в мифического героя. Ему как будто положено быть не таким, каким он был. Есть воспоминания очевидцев, запомнивших несколько свирепых шуток. Есть страницы школьного учебника. Есть, наконец, статуя. Подросток зубрит отрывки из «Хорошо». Домохозяйка в троллейбусе озабоченно спрашивает «Вы на Маяковской сходить?» Трудно говорить о человеке. До середины тридцатых годов Маяковский вызывал страстные споры. Во время первого съезда советских писателей, когда кто-либо произносил его имя, одни страстно аплодировали, другие молчали. Я тогда писал в известиях. Не потому аплодировали мы, что кто-то захотел канонизировать Маяковского. Мы аплодировали потому, что имя Маяковского означает для нас отказ от всех литературных канонов. Менее всего я мог себе представить, что год спустя Маяковского действительно начнут канонизировать. Я не был на его похоронах. Друзья рассказывали, что гроб был слишком коротким. Мне кажется, что слишком короткой, а главное слишком узкой оказалась для Маяковского его посмертная слава. Я прежде всего хочу рассказать о человеке. Он отнюдь не был монолитом, большой, сложной, с огромной волей и с клубком порой противоречивых чувств. Мертвые остаются молодыми. Так назвала свой роман Анна Загерс. Почти всегда более поздние впечатления заслоняют первоначальные. Я попытался в этой книге рассказать о молодом Алексее Толстом. Он был одним из первых писателей, с которым я встретился. Но часто, думая о нем, я вижу его грузным, признанным, с громким смехом и с утомленными глазами, таким, каким видел его в последние годы. Вот я гляжу на фотографию. Рядом с Маяковским Фадеев, молодой, мечтательный, с мягкими глазами. Мне очень трудно припомнить Александра Александровича таким. Я вижу волевые, порой холодные глаза. А Маяковский остался в памяти молодым. До конца жизни он сохранял некоторые черты, может быть, вернее сказать, некоторые привычки своей ранней молодости. Критики не любят задерживаться на так называемом футуристическом периоде Маяковского, хотя без его первых стихов непонятны его поэмы. Но я сейчас говорю не о поэзии, а о человеке. Конечно, Маяковский быстро расстался не только с желтой кофтой, но и с лозунгами ранних футуристических манифестов. Однако в нем остался тот дух, который продиктовал пощечину общественному вкусу, в манере себя держать, в шутках, в ответах на записки. Помню кафе поэтов зимой 1917-18 года. Помещалось оно в Настасьинском переулке. Это было очень своеобразное место. Стены были покрыты диковинной для посетителей живописью и не менее диковинными надписями. «Я люблю смотреть, как умирают дети». Эта строка из раннего дореволюционного стихотворения Майковского красовалась на стене для того, чтобы ошарашить приходящих. Кафе поэтов никак не походило на ротонду. Здесь никто не разговаривал об искусстве, не спорил, не терзался, имелись актеры и зрители. Посетителями кафе были, по тогдашнему выражению, недорезанные буржуи, спекулянты, литераторы, обыватели, искавшие развлечений. Маяковский вряд ли их мог развлечь. Хотя многое в его поэзии им было непонятно, они чувствовали, что есть тесная связь между этими странными стихами и матросами, прогуливавшимися по Тверской. А песенку, сочиненную Маяковским о буржуе, который напоследок ест ананасы, понимали все. Ананасов в Настастинском переулке не было, но кусок вульгарной свинины застревало многих в горле. Развлекало посетителей другое. На эстраду, например, подымался Давид Бурлюк, сильно напудренный, с лорнеткой в руке, и читал «Мне нравится беременный мужчина». Оживлял публику даже Гольдшмидт, на афишах он именовался «футуристом жизни». Стихов не писал, а золотил порошком два локона на голове, отличался необычайной силой, ломал доски и вышивал из кафе скандалистов. Однажды футурист жизни решил поставить себе памятник на театральной площади. Статуя была гипсовая, не очень большая и отнюдь не футуристическая. Стоял голый Гольдшмидт. Прохожие возмущались, но не решались посягнуть на загадочный монумент. Потом статуи все же разбили. Все это дела далекого прошлого. Года два назад в Москву приехали американские туристы Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным. Нет ни лорнетки, ни беременного мужчины. Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем древняя Греция. «Но для Маяковского, который рано умер, он оставался если не живым, то близким». В кафе поэтов я довольно часто бывал, даже как-то выступил и получил от Гольцшмидта причитавшиеся мне за это деньги. Помню вечер, когда в кафе пришел Луначарский. Он скромно сел за дальний столик, слушал. Маяковский предложил ему выступить. Анатолий Васильевич отказывался. Маяковский настаивал. «Повторите то, что вы мне говорили о моих стихах». Луначарскому пришлось выступить. Он говорил о таланте Маяковского, но критиковал футуризм и упомянул о ненужности саморасхваливания. Тогда Маяковский сказал, что вскоре ему поставят памятник вот здесь, где находится кафе поэтов, Владимир Владимирович ошибся всего на несколько сот метров. Памятник ему поставлен недалеко от Настастинского переулка. Нескромность? Самоуверенность? Такие вопросы часто ставили многие современники Маяковского. Он отпраздновал, например, 12-летний юбилей своей поэтической деятельности. Он не раз называл себя самым большим поэтом. Он требовал прижизненного признания. Это было связано с эпохой, с тем низвержением идолов, на которое жаловался Бальмонт, с желанием любым способом привлечь внимание к искусству. Я люблю смотреть, как умирают дети. Маяковский не мог видеть, как бьют лошадь. Однажды в кафе мой знакомый порезал себе ножиком палец, Владимир Владимирович поспешно отвернулся. Самоуверенный? Да, конечно. Он резко отвечал на критические замечания, оскорблял своих литературных противников. Помню такой диалог. Записка «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Ответ «Я не печка, не море, не чума». На своих книгах он написывал читателям для внутреннего употребления. Все это общеизвестно, менее известно другое. Помню вечер Маяковского в парижском кафе «Вольтер». На нем присутствовала Сейфулина. Было это весной 1927 года. Кто-то в зале крикнул «Почитайте теперь ваши старые стихи». Маяковский как всегда отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель, Маяковский, Сейфулина, Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы Истрия, где он всегда останавливался, постель была не раскрыта. Он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил, «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?» Никогда он не был самоуверенным. Обманывала раз и навсегда затверженная поза. Мне думается, что такая поза была продиктована скорее разумом, нежели характером. Ему была свойственна романтика, но он ее стыдился, обрывал себя. Кто над морем не философствовал после горьких раздумий о своей жизни? И тотчас ироническая вода. Статья «Как делать стихи» все выглядит логично и просто. На самом деле Маяковский хорошо знал те мучения, которые неизменно связаны с творчеством. Он подробно рассказывал о заготовках рифм. Были у него и другие заготовки, о которых он не любил говорить. Душевные терзания. Он написал в предсмертном стихотворении, что любовная лодка разбилась о быт. Это было данью много раз им осьмейной романтике. На самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Обращаясь к потомкам, он сказал то, чего не хотел говорить современникам. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным. А был он порой несносно мрачным, отличался болезненной мнительностью, носил в кармане мыльницу, и когда приходилось пожать руку человеку, который был ему почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячий кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры, орел и решку, чет или нечит. В парижских кафе были автоматы рулетки. Можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет. При выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов. Уезжая, он оставлял Эльзе Юрьевне сотни жетонов. Жетоны ему были не нужны. Ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю. Чет или нечет. Когда Владимир Владимирович разговаривал с женщинами, его голос менялся, обычно резкий, настойчивый, становился мягким. Я прочитал в книге Виктора Шкловского Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь. Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их. Недавно было опубликовано стихотворение Маяковского, обращенное к Яковлевой, о которой упоминал Шкловский. А у меня сохранилась рукопись Клопа, подаренная Маяковским Тате Яковлевой, выкинутая Татой за ненадобностью. Нет, она не походила на Маяковского, хотя была, как он, высокого роста, красива. Я не хочу рассказывать о том, что Маяковский справедливо называл сплетнями, и упомянул я об этом эпизоде, от них не самым значительным в жизни поэта, только для того, чтобы еще раз показать, как не походил живой Маяковский на бронзовую статую или на богатыря Владимира Красное Солнышко. Маяковский, когда ему было 18 лет, поступил в училище живописи, хотел стать художником. Он сохранил живописное видение мира и в поэзии. Его образы не придуманы, но увидены. Он любил живопись, чувствовал ее, любил и среду художников. Мир он скорее видел, чем слышал. Шутя он говорил, что слон ему наступил на ухо. Я упоминал о вечере уцетленных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой. Бальмонт явно томился. Бал Прушайтесь, как всегда, был непроницаем. Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюбленно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал непросто, иступленно, и когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить. Его восторг разделяли почти все присутствовавшие. Но Маяковского рассердила чья-то холодная, вежливая фраза. Так с ним всегда бывало. Он как бы не замечал Лавров, искал тернии. В его стихах непрерывные бои с реальными и воображаемыми противниками новой поэзии. Что скрывалось за этими обвинениями? Может быть, спор с самим собой? Мне привелось читать некоторые статьи о Маяковском, написанные за границей, авторы которых пытаются доказать, что революция погубила поэта. Трудно придумать большую нелепость. Без революции не было бы Маяковского. В 1918 году он меня справедливо обозвал испуганным интеллигентом. Мне понадобилось два года для того, чтобы понять происходящее. А Маяковский революцию сразу понял и принял. Он был не только увлечен, поглощен строительством социалистического общества, он ни к чему не приспосабливался. И когда некоторые хотели его приручить, огрызался лицом к деревне, задание дано, загусли поэты други, поймите ж, лицо у меня одно, оно лицо, а не флюгер, идею нельзя замешать на воде, в воде отсыреет индейка, поэт никогда и не жил без идей, что я попугай индейка. Никогда у него не было конфликта с революцией, это выдумка людей, которые не брезгуют ничем в борьбе против коммунизма. Драма Маяковского была не в разладе между революцией и поэзией, а в отношении лефовцев к искусству. Пусть ропщут поэты слюною плюща, губое презрение вызмиев, я душу похерев, кричу о вещах обязательных при социализме. Газета в свое время изменила несколько слов, «Я душу не снизив, вместо я душу похерев». Маяковский восстановил первоначальный текст, в нем объяснение его поэтического и человеческого подвига. Маяковский любил Леже. Было нечто общее в их понимании роли искусства в современном обществе. Леже увлекался машинами, урбанизмом, хотел искусства в повседневном быту, не заходил в музее. Он писал свои холсты и создал хорошую живопись, на мой взгляд, декоративную, никак не подрывающую нашу любовь к Ван Гогу или Пикассо, но бесспорно связанную с новым временем. Маяковский в течение ряда лет боролся против поэзии не только в манифестах или в статьях, хотел стихами уничтожить стихи. В Леже был напечатан смертный приговор искусству, так называемым поэтом, так называемым художником, так называемым режиссером. Художникам рекомендовалось вместо станковой живописи заняться эстетикой машин, текстилем, утварью, режиссером организовывать народные празднества, демонстрации и распрощаться с рампой, поэтам оставить лирику, писать для газет, подписывать плакаты, сочинять рекламы. Отказаться от поэзии оказалось нелегко. Маяковский был человеком сильным и мужественным, однако порой и он отступал от своей программы. В 1923 году, когда Лев еще отрицал лирику, Маяковский написал поэму про это. Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского, и его литературные противники, но ею он обогатил русскую поэзию. С годами его отрицание прошлого искусства слабело. В конце 1928 года новый Лев сообщал, что Маяковский публично заявил «Я амнистирую Рембрандта». Еще раз напомню, он умер молодым. Он жил, думал, чувствовал, да и писал не по плану. Прежде всего он был поэтом. Помню, с каким восхищением он говорил о новой индустриальной красоте Америки в те далекие годы, когда электрификация нашей страны была еще только замыслом, когда на театральной площади темной занесенной снегом горели тусклые лампочки. Дети цветы жизни. Я встретил его, когда он вернулся из Америки. Да, конечно, Бруклинский мост хорош. Да, там много машин, но сколько там дикости, бесчеловечности. Он ругался, говорил, как обрадовался, увидев крохотные садики Нормандии. Из программы Лефа вытекало и отрицание Парижа, где каждый дом обломок старины и восхваление сугубо новой индустриализованной Америки. Но Маяковский проклинал Америку и, не стыдясь показаться сентиментальным, объяснялся в любви Парижу. Откуда такое противоречие? Да, Леф был журналом, просуществовавшим несколько лет, а Маяковский был большим поэтом. В декларативных стихах он издевался над поклонниками Пушкина, над посетителями Лувра, а его восхищали и строфы Онегина и старая живопись. Он сразу понял, что Октябрьская революция переменила ход истории на детали будущего видел условно, не на полотне, на плакате. Нам трудно теперь соблазниться гигиенической идиллией последнего действия Клопа. Искусство прошлого представлялось Маяковскому не столько чуждым, сколько обреченным. Его иконоборчество было обетом подвигом. Он вел бой не только с тем или иным критиком, не только с авторами чувствительных романсов, но и с самим собой. Он написал, «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят. Что ж, по родной стране пройду страной, как проходит косой дождь». И зачеркнул эти строки, найдя их чересчур чувствительными. А родная страна его поняла. Поняла также выброшенные им прекрасные стихи. Я вспоминаю его осенью 1928 года. Он пробыл тогда больше месяца в Париже. Мы часто встречались. Вижу его мрачным в маленьком баре куполь. Он заказывал виски марки «Уайт Хорс» белая лошадь. Пил он мало, но сочинил песенку «Хорошая лошадь», «Уайт Хорс», «Белая грива», «Белый хвост». Как он сказал «А вы думаете, это легко? Я мог бы писать стихи лучше их всех». Он был до конца предан своей идее. Много говорили, почему он покончил с собой. То про неудачи с выставкой его литературных работ, то про нападки раповцев, то про сердечные дела. Мне не по душе догадки. Я не могу подойти к жизни человека, которого я знал, как подходит к плану романа. Хочу сказать одно. Люди часто забывают, что поэт обладает обостренной чувствительностью. На то он поэт. Владимир Владимирович себя называл «волом», даже «волищем». О своих стихах говорил, что они бегемоты. На одном собрании сказал, что у него слоновье шкура, которой не пробить никакой пулей. На самом деле он жил и безобыкновенной человеческой кожи. По христианским легендам язычник, превратившись в апостола, начал крушить статуи богов и богинь. Статуи были совершенны, но апостол сумел побороть себе чувство прекрасного. Маяковский сокрушал не только красоту прошлого, но и себя самого. В этом величие его подвига, в этом и ключ к его трагедии. Был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале «Жизнь искусства» он опубликовал пасквиль на Маяковского. Ему тогда ответили многие художники Илона Чарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете «Ле нувель литерер» отвратительную клеветническую заметку. Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию этой газеты, выражавшей наше негодование. Под этим письмом подписались все пристойные писатели Франции самых различных воззрений. Не помню, чтобы кто-нибудь отказался поставить свою подпись. Я отнес письмо редактору Морису Мартен Дюгару. Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартен Дюгара. Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал «Я попрошу вас сделать одно маленькое изменение». Я ответил, что текст не может быть смягчен. Я этого и не прошу. Но может быть вы прибавите во фразе «Мы возмущены тем, что литературная газета два слова самая крупная литературная газета». Он соглашался получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверное, хорошо бы написал. Необычайна судьба Маяковского в мире. Совсем недавно мне говорили о нем писатели Черной Африки. Он дошел и туда. Он обходит мир. Конечно, стихи с трудом поддаются переводу, да и многое в той форме, которую Маяковский утверждал как форму будущего, стало формой прошлого. Но человек и поэт он по-прежнему молод. Ни Арагон, ни Пабло Неруда, ни Элюар, ни Тувим, ни Незвал никогда не писали под Маяковского. Но все они многим Маяковскому обязаны. Он научил их не новым формам стихосложения, а мужеству выбора. Нужно уметь отделить современность от злободневности, дух новаторства от тех или иных новинок, которые четверть века спустя кажутся старомодными. Один поэт несколько месяцев назад сказал мне, что после сложных рифм Маяковского нельзя употреблять глагольные рифмы. Это, конечно, наивно. Можно писать и с глагольными рифмами, и вовсе без рифм. В 1940 году девять десятых начинающих поэтов писали стихи лесенкой. Теперь подражает другим образцам. Моды меняются. Маяковского били по голове книгами Пушкина, Некрасова, Блока. Стоит ли дубасить молодых томами Маяковского? Я говорил, что Маяковский мог бы мне помочь во многом разобраться. Помни ночной разговор. Было это в феврале или в марте 1918 года. Мы вышли вместе из кафе поэтов. Маяковский расспрашивал про Париж, про Пикассо, про Полинера. Потом он сказал, что ему понравились мои стихи о казни Пугачева. Вам бы радоваться, а вы скулите. Нехорошо. Я охотно согласился, конечно, нехорошо. Политически он был прав. Я это вскоре понял. Но мы всегда думали и чувствовали по-разному. В 1922 году он говорил мне, что Хоринито ему понравился. Вы поняли многое лучше других. Я засмеялся, по-моему, по-моему, я все еще ничего не понимаю. Мы часто встречались и ни разу не встретились. О Маяковском я думал и думаю. Иногда спорю с ним, но всегда восхищаюсь его поэтическим подвигом. На статую я не гляжу. Статуя стоит на месте, а Маяковский идет и по новым кварталам Москвы и по старому Парижу по всей нашей планете. Идет с заготовками не новых рифм, а новых дум и чувств. Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Пастернака, который повел меня к себе. Жил он тогда возле Пречистинского бульвара. В моей записной книжке есть короткая пометка «Пастернак стихи странность лестница». Беру другую записную книжку 5 июля 1941 года. После слов «Немцы говорят, что перешли Березину и до пяти часов Лазовский записано «Пастернак безумие». 1917-1941 В течение 24 лет я встречался с Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека. Но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече. Этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию. Из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытаюсь описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917-1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве накануне войны, в ее первой неделе. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись. Случайно встречаясь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого. Многого в нем я не понимал, многого и не знал, но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета. Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было 27 лет. И было это летом того года, когда, по словам Пастернака, все жили в суши впроголодь в борьбе о жесточасть, и никого не трогало, что чудо жизни счаст. Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен приподнят. Тот год был для него особенно памятным. Он незабвенен тем еще, что пылью припухал, что ветер лускал семечки, сорил по лопухам, что незнакомой мальвою вел, как слепца меня, чтоб я тебя вымаливал у каждого плетня. В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу. Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило. Его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел полный звуков с головной болью. Дверь внизу была заперта, я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась, я увидал Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он нисколько не удивился, увидав меня. Я тоже не удивился. Борис Леонидович часто говорил между метиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые». Оно похоже на восторженное мычание. Сила его ранней поэзии — это жизнь впервые. Он от них тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты. Вечность, бесконечность, безбрежность, тленный, бренный, грани, жребий, рог. Пастернат писал «Великий бог любви, великий бог деталей». Женщину, которую он любил, он определил так. «Грех думать, ты неизвесталок, вошла со стулом, как с полки, жизнь мою достала и пыль обдула». Он недаром назвал свою книгу «Сестра моя жизнь». В отличие не только от старших поэтов-символистов, но и от большинства своих сверстников, он жил жизнью в ладу. Реализм его стихов не связан с литературной программой. Пастернад много раз говорил, что ему непонятны различные направления и школы, а продиктован природой поэта. В 1922 году Пастернад писал «Живой действительный мир это единственный однажды удавшийся все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится ежемгновенно успешный, он все еще действителен, глубок, неотрывно увлекателен». В нем не разочаровываешься на другое утро, он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью. Один юноша недавно сказал мне, что, наверное, Пастернак был мрачным, нелюдимым, да и глубоко несчастным. А я в 1921 году писал о Пастернаке «Он жив, здоров и современен, в нем ничего нет от осени, от заката и прочих милых, но неутешительных вещей». Год спустя Шкловский, встречавшийся с Пастернаком в Берлине, писал «Счастливый человек, он никогда не будет озлобленным, жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим». В 1923 году Маяковский и Брик формулировали на жаргоне эпохи искания художников. Маяковский опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата. Пастернак применение динамического синтаксиса к революционному заданию. Все это может удивить тех зарубежных читателей, которые узнали о существовании Пастернака только в 1958 году. Им представляется злосчастный человек, вступивший в поединок с государством. На самом деле Пастернак был счастливым и жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника — самого себя. В конце 1918 года он восхищался Кремлем, то есть Советским государством. Несется грозный напролом сквозь неиссякший в девятнадцатый. За морем этих непогод предвижу, как меня разбитого, не наступивший этот год возьмется сызного воспитывать. Пастернак тогда не понимал, что никто на свете не возьмется всерьез его сызного воспитывать. Позднее, в 1930 году, после самоубийства Маяковского он писал «Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них небывалое, невозможное государство». Он говорил о кровной связи между этим государством и Маяковским. Он писал восторженные строки все о том же ломящемся в века государстве и в 1944 году. Он восхищался со стороны. У каждого даже самого большого поэта есть не только потолок, но и стены. Общество было вне стен того мира, в котором жил Пастернак. Шкловский в одном ошибался, когда он писал. Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки дома печати, тягу истории. Пастернак чувствовал природу, любовь, Гёте, Шекспира, музыку, старую немецкую философию, живописность Венеции. Чувствовал хорошо себя, порой некоторых близких ему людей, но никак не историю. Он слышал звуки неуловимые для других, слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века так и не расслышал. Слово эгоцентризм столь часто применяли, что оно стерлось, да и есть в нем уничижительный характер, а другого я не нахожу. Борис Леонидович жил не для себя, эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собой. Я вспоминаю наши давние встречи, два поезда неслись, каждый по своему пути. Я знал, что Пастернак меня слушает, но не слышит, не может оторваться от своих мыслей, своих чувств, своих ассоциаций. Беседы с ним, даже задушевные, напоминали два монолога. Мне вспомнился забавный эпизод. Пастернак летом 1935 года был в Париже на Конгрессе в защиту культуры. Группа советских писателей приехала раньше, потом дополнительно приехали Пастернак и Бадель. Пастернак сердился, говорил, что не хотел ехать, не умеет выступать. В короткой речи он сказал, что поэзию незачем искать в небе, нужно уметь нагнуться, поэзия в траве. Может быть, эти слова, а скорее всего облик Пастернака, поразили аудиторию, ему устроили овацию. Несколько дней спустя он сказал мне, что хотел бы встретиться с некоторыми французскими писателями. Мы решили, что пригласим их обедать. Моя жена позвонила Борису Леонидовичу, приходите в такой-то ресторан в час дня. Он возмутился. Почему так рано? Лучше в три. Жена объяснила, что в Париже обедают между двенадцатью и двумя, а ужинают между семью и девятью. В три часа все рестораны закрыты. Тогда Борис Леонидович заявил, нет, в час мне еще не хочется есть. Сосредоточенность в себе, возраставшая с годами, не помешала, да и не могла помешать Пастернаку стать большим поэтом. Мы часто, скорее, по привычке говорим, что писатель должен быть наблюдательным. В дневниках Афиногенова, недавно опубликованных, есть интересная запись. Если бы искусство писателя состояло в умении наблюдать людей, самыми лучшими писателями были бы доктора-исследователи, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако этого нет, потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя. Афиногенов правильно отводит старое понятие наблюдательности. Создание героев романа или трагедии огромную роль играет пережитое автором, им осознанное, ведь внутренний мир других людей понятен писателю, только поскольку ему знакомы и, следовательно, понятны те или иные страсти. Искусство, однако, многообразно. В лирическом стихотворении автор раскрывает себя. Как бы ни был он своеобразен, его чувства, восхищение весенним днем или ощущение неизбежности смерти, радость любви или разуверения, понятны тысячам или миллионам других людей. Для того, чтобы написать «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней», Тютчеву не нужно было наблюдать стареющих людей, захваченных страстью. Ему нужно было на пороге старости встретить молодую Денисьеву. Молодому Чехову, для того, чтобы в скучной истории показать дружбу между старым профессором и молодой его воспитанницей, нужно было очень хорошо знать людей, их чувства, привычки, характеры, манеру говорить, даже манеру одеваться. Борис Пастернак, один из лучших лирических поэтов нашего времени, был, как и всякий художник, ограничен своей природой. Когда он попытался изобразить в романе десятки других людей, эпоху, передать воздух гражданской войны, воспроизвести беседы в поезде, он потерпел неудачу. Он видел и слышал только себя. Его привлекали, особенно в конце жизни, загадки чужих судеб. В одной из написанных ему автобиографий он попытался понять, что пережили в последние минуты Маяковский, Марина Цветаева, Фадеев. Когда я читал эти догадки, мне было как-то неловко. У Бориса Леонидовича было очень богатое сердце, но ключей к чужим сердцам у него не было. Я не берусь строить домыслы о том, что он сам пережил в последние годы своей жизни. Я его не встречал. Да, может, и встречая не знал бы чужая душа потемки. Не знаю, почему в той же автобиографии он отрекся от своей давней дружбы с Маяковским. А мне хочется рассказать об этой дружбе. Я был ее свидетелем. Шутя мы говорили, что у Маяковского второй запасной голос для женщин. И вот этим вторым голосом, необычно мягким, ласковым, при мне он разговаривал только с одним мужчиной, с Пастернаком. Помню, в марте 1921 года в Доме Печати был литературный вечер Бориса Леонидовича. Читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса Алексеева Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, отметить недостатки. Тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака. Он защищал его с неистовством любви. В охранной грамоте 1930-й год Пастернак говорит о своем отношении к Маяковскому накануне войны, в годы войны, в первые годы революции. Я был без ума от Маяковского. Я его боготворил. Вершиной поэтической участи был Маяковский. Я почти радовался случаю, когда впервые, как с чужим, говорил со своим любимцем после одной из размолвок. Я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой, его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. Размовки были частыми и бурными. Борис Леонидович иногда мне рассказывал о них. У меня сохранился сборник «Современник» 1922 год с такой надписью Пастернака «Другу и соратнику с благодарностью и радостью за Хоренита, восхищение которым объединило редко на чем сходившихся и чаще разбредавшихся Маяковского, Осеева и других друзей и соратников». После одной из размолвок Маяковский и Пастернак встретились в Берлине. Примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день. Мы пошли в кафе, потом обедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи. Вечером Маяковский выступил в Доме искусств. Читал он флейту «Позвоночник», повернувшись к Пастернаку. Впоследствии их пути разошлись. Однако и в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака «В тот день тебя от гребенок до ног», назвал его «гениальным». Рассказывая о смерти Маяковского, Пастернак писал «Я разревелся, как мне давно хотелось». Почему, оглядываясь на свое прошлое, Пастернак попытался многое перечеркнуть. Может быть, в этом сказалось недовольство с собой? Не знаю. Для меня его последние стихи тесно связаны с сестрой моей жизнью, а он, видимо, ощущал разрыв. Недавно я прочитал письмо Бориса Леонидовича одному из его французских переводчиков, опубликованной в журнале «Эспри». Борис Леонидович пытался убедить переводчика не опубликовывать переводов некоторых его старых произведений. Рассказывали, что он отмахивался, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, уверял, что все написанное прежде было только школой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал к роману «Доктор Живаго». В этом, как и во многом другом, Пастернак повторил заблуждение ряда художников. Я думаю сейчас о Гоголе, который считал, что ревизор и первая часть «Мертвых душ» пустяки, и что он вышел на правильный путь, взявшись за вторую часть. Прочитав рукопись доктора Живаго, я огорчился. Когда-то Пастернак писал «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». В романе меня поразила художественная неправда. Я убежден, что Борис Леонидович писал его искренне. В нем есть поразительные страницы о природе, о любви. Но слишком много страниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал. В книге приложены чудесные стихи, они как бы подчеркивают душевную неточность прозы. Никогда прежде мне не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак большой поэт. Это, конечно, не относится к некоторым крупным поэтам, знавшим русский язык. Рилька еще в 1926 году восторженно говорил о стихах Пастернака. Слава пришла к нему с другого хода. Когда-то он писал «Но ты мне шепнул вестовой неспроста в посаде, куда не один двуногий. Я тоже какой-то, я сбился с дороги». «Не тот этот город и полночь не та». Я был в Стокгольме, когда разразилась буря вокруг Нобелевской премии. Я выходил на улицу и видел афиши газет. На них стояло одно имя. Пытался что-то понять, открывал радио. Я только одно понимал — Пастернак. Все это было откровенной антисоветской политикой, одним из эпизодов Холодной войны. Не тот город, не та полночь, да и не та слава, которую заслужил Пастернак. Я убежден, что в помыслах Пастернака не было нанести ущерб нашей стране. Виноват он только в том, что был Пастернаком, то есть, изумительно понимая одно, не мог понять другого. Он не подозревал, что из его книги создадут дурную политическую сенсацию и что на удар неизбежно последует ответный. Вернусь к стихам. Когда-то составители поэтических сборников любили прибегать к делению по сюжету. Если подойти к Пастернаку с такой меркой, то большинство его стихотворений окажется посвященным природе и любви. Но мне думается, что основной постоянной его темой было искусство, то есть, та тема, которая породила портрет Гоголя, неведомый шедевр Бальзака, Чайку, Чехова. О, знал бы я, что так бывает, как опускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. И кончил он эти стихи о стихах, признавшись, и тут кончается искусство и дышат почва и судьба. Он не застрелился, не умер молодым, на цену, которой оплачивается искусство, узнал сполна силу строк, которые медленно, настойчиво убивают. Поль Элюар как-то сказал, поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов. Было в Пастернаке нечто детское. Его определения, казавшиеся наивными, ребячливыми, определения поэта. Он сказал об одном авторе, но как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек? Увидав впервые Париж, он воскликнул, да это и не похоже на город, это скорее пейзаж. Он говорил, описать весеннее утро легко, да это никому и не нужно, а вот быть простым, ясным и внезапным, как весеннее утро, это чертовски трудно. В то время, о котором я теперь рассказываю, когда я ходил растерянный, непрекаянный, Борис Леонидович был для меня и порукой живучести искусства и мостком к живой жизни. Молодой, веселый, красивый, похожий на вдохновенного араба, таким он мне навсегда запомнился, хотя я его и видел постаревшим седым. Так уж полвека, вдруг начинаю про себя бормотать стихи Пастернака. Из мира их не выгонишь, они живут. Каждое утро обыватели тщательно изучали наклеенные на стены еще сырые топорщившиеся декреты. Хотели знать, что разрешается, что запрещено. Однажды я увидел толпу возле листка, который назывался декретом номер один о демократизации искусств. Кто-то читал вслух. Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях, человеческого гения, дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах. Бабка взвизгнула, батюшки, сарай отбирают. Очкастый человек, читавший декрет, вслух разъяснил, про сарай ничего не сказано, а вот библиотеки закроют, ну и театры, конечно. Листок был сочинением футуристов, и внизу значились подписи «Маяковский, Каменский, Бурлюк». Имена ничего не говорили прохожим, зато все знали магическое слово «декрет». Вспоминаю 1 мая 1918 года. Москва была изукрашена футуристическими и супрематистскими полотнами. На фасадах облупленных домов, амперных особняков с колоннами, обезумевшие квадраты воевали с ромбами, пестрели лица с треугольниками вместо глаз. Искусство, которое теперь именуется абстрактным и вызывает немало споров как у нас, так и на Западе, тогда выдавалось всем советским гражданам в неограниченном размере. 1 мая совпало в тот год со Страстной Пятницей. Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики бывшей фирмы Ступина, задрапированные беспредметными холстами. Актеры на грузовиках изображали различные сцены, подвиг Степана Халтурина или Парижскую коммуну. Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала «Хотят, чтобы мы дьяволу поклонялись». Я смеялся, но смех был невеселым. Сейчас я перечитал мою статью, напечатанную летом 1918 года в газете «Понедельник» и озаглавленную среди кубистов. В ней я рассказывал о Пикассо Леже Ривери. Я говорил, что можно рассматривать произведения этих художников как сумасшедшие орнаменты готового рухнуть дома или как фундамент иного еще невиданного даже в творческом сне строения. Конечно, не случайно Пикассо Леже Ривера стали коммунистами. В 1918 году на Красной площади оказались не художники академического направления, а футуристы, кубисты, супрематисты. Что же меня смущало в торжестве тех художников и поэтов, которые напоминали хотя бы внешне лучших друзей моей ранней молодости? Прежде всего, отношение к искусству прошлого. Всем известно, что Маяковский рос, менялся, но в то время он был страстным иконоборцем. Белогвардейца найдете к стенке, а Рафаэля забыли, забыли расстреливы, время пулям по стенке музеев тенькать, стадюймовками глоток старье расстреливай. Выстроили пушки по опушке, глухих белогвардейской ласки, а почему не атакован Пушкин? Этого я не мог понять. Часто бродя по московским переулкам, я повторял стихи Пушкина, с нежностью вспоминал я холсты старых итальянских мастеров. Приехал в Москву, я чуть ли не сразу побежал в Кремль, живопись пятнадцатого века меня потрясла, я ведь до того не имел представления о русском возрождении. Споры о ценностях прошлого вскоре улеглись. Маяковский написал стихи о Пушкине, а материалы о Маяковском теперь выходят в издании Академии «Литературное наследство». Я уже упоминал о журнале «Вещь». Среди его сотрудников были многие представители нашего левого искусства Маяковский Малевич Мерхольд Татлин Родченко. В статье, посвященной задачам журнала, я писал «Теперь смешно и наивно сбрасывать Пушкина с парохода. В течении форм есть связь, и классические образцы не страшны современным мастерам. У Пушкина и Пуссена можно учиться. Вещь не отрицает прошлого в прошлом. Она зовет делать современное современным». Маяковского нетрудно понять. Его стихи встречались гоготом. Над картинами художников, которые пошли с футуристами Малевич, Татлин, Родченко, Пуни, Удальцова, Попова, Альтман в дореволюционное время издевались. После октября эпигоны классической поэзии начали укладывать вещи в чемоданы. И Бунин, и Репин уехали за границу. Остались футуристы, кубисты, супрематисты. Подобно их западным единомышленникам, довоенным завсегдатаем Ротонды, они ненавидели буржуазное общество и в революции увидели выход. Футуристы решили, что вкусы людей можно изменять столь же быстро, как экономическую структуру общества. Журнал «Искусство Комуны» писал, «Мы действительно претендуем и, пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». Конечно, это было скорее мечтой, чем угрозой. Улицы Москвы расписывались супрематистами и кубистами, прежде всего потому, что художники академического толка находились в оппозиции, не художественной, а политической. Все же результаты оказались печальными. Дело не в бабке, принявшей кубистический холст за черта, а в той художественной реакции, которая последовала за кратковременным выходом на улицы левого искусства. Открытия в области точных наук доказуемы, и вопрос о том, праве ли не прав Эйнштейн, решали математики, а не миллионы людей, помнящих всего-навсего таблицу умножения. Новые формы искусства всегда входили в сознание людей медленно, извилистыми путями, причем сначала их понимали и принимали немногие. Да и вообще предписать, внедрить или навязать вкусы невозможно. Боги древней Эллады потребляли нектар, который поэты называли божественным напитком, но если бы нектар стали вводить через зонт в желудки афинских граждан, то, наверное, дело кончилось бы всеафинской рвотой. Впрочем, сейчас все это не только споры о том, кто будет украшать площади Москвы, но и левое искусство, древняя история. Еще раз я нарушу правила, которые предписывают мемуаристу придерживаться хронологической последовательности. Мне хочется понять, что приключилось со мной, со многими поэтами и художниками моего поколения. Не знаю, кто перепутал нити, наши художественные противники или мы сами, но я попытаюсь размотать клубок. Прежде всего скажу о себе. Вскоре я увлекся тем, что тогда называли конструктивизмом. Признаюсь, однако, идеи растворения искусства в жизни меня и вдохновляли и отталкивали. В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится» шумливую и наивную, напоминавшую декларации левовцев. Журнал «Лев» отмечал, что группа Оренбурга во многом совпадает в выводах с нами. Я уверял, будто новое искусство перестает быть искусством. Одновременно я издевался над своими идеями. В том же 1921 году я написал Хулио Хуринита. Мой герой доводит до абсурда тезисы книги, а все-таки она вертится. Хуринита говорит «Искусство очаг анархии. Художники еретики, сектанты, опасные бунтовщики». Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовления спиртных напитков или ввоз опиума. Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для различных целей. Чертежи киосков на бульварах, орнамент на бойке, модели новых ботинок и так далее. Поэзия переходит к языку газет, телеграм, деловых разговоров. Я не дворушничал. Дворушничество ведь всегда связано с опаской или с расчетом. Просто я не очень-то верил в провозглашаемую многими, в том числе и мною, смерть искусства. Футуризм родился в начале нашего века в захолустной технически отсталой Италии. Там на каждом шагу можно было увидеть изумительные памятники прошлого. А в магазинах продавали немецкие ножи, французские кастрюли, английские материи. Заводские трубы еще не пытались затесаться в изысканное общество старинных башен. Теперь Северная Италия может посоперничать с наиболее индустриализованными странами, но теперь в Италии не сыщешь футуриста, требующего сжечь все музеи, а бывшие футуристы Карра или Северини вдохновляются фресками Джотто или Равенской мозаикой. Увлечение Маяковского, Татлина, других представителей русского левого искусства индустриальной эстетикой в первые годы революции вполне понятно. Тогда на Сухареньке продавали поштучно не только куски сахара, но даже спички. В мистерии Буф Маяковский Татлин стал о будущем. Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами стоят поезда, трамваи и автомобили. Когда художник изображает природу или человеческие чувства, его произведение не устаревает. Никто не скажет, что женщина двадцатого века прекраснее совершеннее Ники Акрополя, созданной двадцать пять веков назад. Терзание Гамлета или любовь Ромео и Джульетты никому не смешны. Но стоит художнику увлечься техникой, как его утопия оказывается превзойденными или опровергнутыми временем. Уэлф был человеком весьма образованным. Ему казалось, что он видит будущее. Однако открытия современной физики сделали его утопические романы смешными. Как мог Маяковский предвидеть, что трамвай вскоре разделит судьбу конки, а поезда начнут казаться архаическим способом передвижения. Кубистические полотна Пикассо были рождены не тоской по машинам, а стремлением живописца изобразить человека, природу, мир, освободившись от случайных подробностей. Мало кого теперь интересуют книги Метцинже, Глеза и других теоретиков кубизма. А холсты Пикассо брака леже живы, нас радуют, огорчают, волнуют. Пикассо себя считает наследником Веласкеса, Пуссена, Делекруа, Сезанна, и никогда он не видел в электрическом поезде или в реактивном самолете наследников живописи. Разумеется, искусство всегда постепенно входило в быт, меняло здание, одежду, словарь, жесты, утварь. Средневековая поэзия с ее культом любимой женщины помогла людям найти формы для выражения своих чувств. Холсты Ватто и Фрагонара перекочевали в быт, изменили планировку парков, костюмы, танцы, повлияли на диваны или на табакерки. Кубизм помог современным урбанистам освободиться от домов, заляпанных ненужными украшениями. Он отразился на мебели, даже на коробках сигарет. Утилитарное использование искусства, его декоративное применение, не может быть целью художника. Оно естественно вытекает из его творческого взлета. Обратный процесс свидетельствует о творческом оскудении. Беспредметный орнамент вполне уместен на ткани или на керамике. Когда же он претендует на звание станковой живописи, то это не взлет, а спад. Недавно я был в Брюсселе на ретроспективной выставке Малевича. Его ранние работы в период бубнового валета очень живописны. В 1913 году он написал черный квадрат на белом фоне. Так родилось абстрактное искусство, которое 40 лет спустя обворожило тысячи западных художников. Оно мне кажется прежде всего декоративным. Холсты Пикассо мир, в них столько мыслей и чувств, что они порождают восторг или подлинную ненависть. А холсты абстракционистов остаются элементами ткани или обоев. Женщина может надеть на себя шарф с беспредметным орнаментом. Этот шарф может быть красивым или некрасивым, может оказаться к лицу женщине или нет, но он никого не заставит задуматься о природе, о человеке, о жизни. Стремительное развитие техники требует от художника еще более углубленного понимания внутреннего мира человека. Это быстро поняли сторонники левого искусства, защищавшие индустриальную эстетику. Повидав Америку, Маяковский заявил, что необходимо обуздать технику. Конечно, он думал при этом о роли художника, не отрицая необходимости технического прогресса. В Москве тогда, это было в 1925 году, техники было чрезвычайно мало. Маяковский понимал, что если не надеть на технику гуманистического намордника, то она искусает человека. Мейерхольд, забыв про биомеханику, увлекся лесом, ревизором, мечтал поставить Гамлета. Татлин занялся станковой живописью, Альтман писал портреты, Пуни стал мастером маленьких пейзажей. Что касается зонда с нектаром, то он перешел в другие руки, куда более подходящие для подобных операций. Наши музеи обладают превосходными коллекциями левого искусства первых послереволюционных лет. Обидно, что эти коллекции не открыты для посетителей. Из цепи кольца не выкинешь. Я знаю молодых советских художников, которые в 1960 году открывают Америку. Делают, вернее, хотят сделать то, что в свое время делали Малевич, Татлин, Попова, Розанова. Может быть, если бы они могли взглянуть на историю развития названных художников, они пытались бы не вернуться к 1920 году, а найти нечто новое, соответствующее нашему времени. Молодые поэты знают стихи Хлебникова, ценят его мастерство, но не пытаются ему слепо подражать. Почему же Татлин опаснее Хлебникова? Может быть, потому что идея монополия одного направления особенно утвердилась в области пластических искусств? Конечно, представители нашего левого искусства в первые годы революции во многом ошибались. Об ошибках художников, писателей, композиторов говорят часто и охотно. Вряд ли это объясняется тем, что ошибаются только они. Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю с признательностью даже о том холсте, который испугал бабку возле Иверской часовни. Многое было сделано, а эссенцию всегда разбавляет. Благотворные следы левого искусства можно увидеть в произведениях ряда писателей, художников, режиссеров, кинорежиссеров, композиторов последующих десятилетий. Я никогда в жизни не был страстным адептом какой-либо художественной школы. Апостола Павла до того, как он обратился в новую веру, звали Савлом. В 1922 году, когда я защищал конструктивизм и издавал журнал «Вещь», Шкловский в книге ЦО назвал меня Павлом Савловичем. Это зло, но справедливо. Через всю мою жизнь я пронес любовь ко многим художественным произведениям прошлого, к романам Стендаля, к рассказам Чехова, к стихам Кютчева, Бодлера, Блока. Это мне помешало ненавидеть подделку под старое, и любить Икосо или Нейрхольда. В общем, у Павла должно быть отчество, и лучше вылепить новую статую, чем разбить даже самыми высокими побуждениями статую, некогда созданную. Для скульптора, который высекал изображения индийских богов и богинь в Эллоре, Брахма, Вишну или Шива были богами. Для нас это люди, созданные человеческим гением, с близкими нам страстями, с понятной нам гармонией. Идолы отжили свой век не только в религии, но и в искусстве. Вместе с почитанием икон умерло иконоборчество. Но разве от этого может исчезнуть стремление сказать новое по-новому? Недавно я прочитал в одном журнале слова «Скромное новаторство». Они меня сначала рассмешили, потом опечалили. Художник должен быть скромным в своем поведении, но отнюдь неумеренным, тепленьким, ограниченным в творческих дерзаниях. Право же достойнее писать каракулями свое и по-своему, чем каллиграфически переписывать прописи прошлого. Мне кажется, что колхозники, изображаемые в манере академической Болонской школы, мало кого могут порадовать и нельзя передать ритм второй половины двадцатого века тем изобилием предаточных предложений, которым блистательно пользовался Лев Николаевич Толстой. При Чистинском комиссариате мне пришлось заполнить первую анкету. Это было вновь, и я задумывался над каждым вопросом. Какая, например, у меня профессия? Журналист? Переводчик? Поэт? Я написал поэт. Это звучало наиболее благородно. И рассмеялся. Менее всего я чувствовал себя профессиональным писателем. Помимо дурных стихов, я писал очерки в газеты. Написал вместе с Алексеем Николаевичем Толстым пьесу для театра «Летучая мышь». Называлась она «Рубашка-бланш» и была основана на французском фаблео XIII века, которое я перевел еще в Париже. Я писал стихотворный текст, а Алексей Николаевич старался оживить его забавными репликами. Внешне я как-то устроился, снял комнату в Левшинском переулке в профессорской квартире за 100 рублей, иногда обедал в вегетарианской столовой, кажется, она называлась «Примирись», но примириться ни с чем не мог. Иногда я вспоминал ротонду, Пикассо, Модильяне, наши споры об искусстве. «Бог ты мой, как давно это было!» Я попробовал написать в Шанталь и тотчас порвал письмо. Нельзя писать в другой мир. Даже если письмо дойдет, никогда ей не понять, что со мной происходит. Появилось много новых слов. Мандат, ЧК, Рабис, Камфуты, Домком, Уплотнение, Излишки, Пша, Специи, Пролеткульт, Кубаршины, Ликбез, Рабкрин, Разверстка. Я продолжал приставать ко всем с наивными вопросами. Никто мне не отвечал. Неожиданно для себя я очутился в среде писателей, даже стал одним из наиболее типичных ее представителей. У других ведь были семьи, знакомые, налаженный быт, а я попал в революционную Москву с тремя сменами белья без профессии и потеряв из виду друзей отрочества. Я упоминал о кафе Бомб на Тверской, куда часто заглядывали писатели. Там мы пили кофе и делились новостями. Были другие кафе, где мы работали. За 30 или за 50 рублей читали свои произведения перед шумливыми посетителями, которые слушали плохо, наглядели на нас с любопытством, как посетители зоопарка глядят на обезьян. Кафе эти были эфемерными. Названия то и дело менялись. Кафе поэтов, трилистник, музыкальная табакерка, домино, пиццарест, десатая муза, стойла пегаса, красный петух. Цетлины нас кормили пышно, как подобало последним представителям чайной генназии. Собирались мы часто у Карамурзы. Там нас тоже подкармливали, и атмосфера там была куда проще, сердечнее. Иногда мы ходили к Толстому, иногда в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой. Еще происходили скучноватые собрания среды. Там бытовики читали рассказы, и литераторы монотонно требовали различных свобод. Во главе сред стоял брат Бунина, милейший Юлий Алексеевич. Председателем Всероссийского Союза писателей был Юргис Казимирович Баутрушайтис, человек очень добрый и очень огрюмый. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. Когда Маяковский сокрушал Бальмонта, или когда Толстой рассказывал анекдоты, Юргис Казимирович в черном наглухо застегнутом сюртуке непоколебимо молчал. Его комната напоминала его самого, голые стены и распятие. Такими же умелыми, горькими, отвлеченными были и его стихи, и всех равняет знаком сходства, приметой Божьего перста одно великое сиротство, одна великая тщета. Помню, как мы ездили в Кимры на литературный вечер. Балтрушаекис читал стихи, потом Лидин прочитал рассказ о конюшнях и скачках. Зал был шумным, кого-то вывели. На эстраду забрался паренек и запел «Дезертиром я родился, дезертиром и умру, коль хотите расстреляйте, в коммунисты не пойду». Мы пили водку, нас отвели в пустую комнату, поезд отправлялся утром. Спали мы на полу. Юргис Казимирович как всегда молчал, только когда мы приехали в Москву, он неожиданно сказал «В общем глупо, а все-таки хорошо, что поехали». Мне кажется, что те годы были для Юргиса Казимировича лучшими годами его жизни. В 1921 году он стал послом Литвы в Москве, но хотелось по-прежнему встречаться с писателями, но он числился дипломатом, и его дипломатично избегали. Он продолжал писать угрюмые стихи, писал и на литовском языке. Жизнь его сложилась нелепо, но он не удивлялся, с детства знал, что такое пустыня. Помню светящееся окно на Зубовском бульваре. Там жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне мудрым старцем, ему тогда было 52 года. Походил он на Ивановского пастора, одевался по-старомодному, блестела золотая оправа очков. Был он человеком большой культуры, писал сложно и патетически, его называли Вячеславом великолепным. Я слушал, как он волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные сонеты, и во мне боролись два чувства благоговения и жалость. Время рвануло сперед, а где-то на Зубовском бульваре остался чудак в сюртуке с минадами, с изольдой, с розами сурестана, с сакофистами. В домах появились печки, окрещенные буржуйками, на них варили пшенную кашу, а Вячеслав Иванович писал, а хапку дров свали ву камелька, вари пшено и час тебе давлеет, ах, вечности могила глубока. Он хорошо говорил о древней Эладе, а когда события заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Чулкову, да, сей костер мы поджигали, и совесть правду говорит, хотя предчувствия не лгали, что сердце наше в нем сгорит. Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не горело, а замерзало. Несколько лет спустя он уехал в Италию, преподавал словистику в католическом университете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой старости. Как-то я возвращался после литературного вечера с Гершинзоном, который жил в одном из переулков Арбата. Я знал его книги о декабристах, Хочадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное — сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершинзон неожиданно рассмеялся и, остановившись возле сугроба, который был выше его, стал меня наставлять. Важнее всего внутренняя свобода, нечего плакать о бестлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные. Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды. Разве несчастье почувствовать себя свободным от всего, что представлялось нам вечным, незыблемым? Я вот радуюсь. Михаилу Осиповичу не было и пятидесяти, но мне он, конечно, казался стариком. Я тогда не понял, чему он радуется, а теперь с восхищением думаю о его словах. Если он страдал дефектом зрения, то в отличие от многих писателей, в том числе молодых, был не близоруким, а дальнозорким. Его заслуги перед нашей литературой велики, и только болезнью века, амнезией можно объяснить то, что о нем быстро забыли. Ведь он был не эфемерным автором парадоксов, а серьезным и глубоким историком русской интеллигенции XIX века. Его книги о Богореве, о Чаадаеве, о Декабристе Кривцове, о Грибоядовской Москве написаны с точностью летописца и с вдохновением поэта. Он умер в 1925 году. Позднее я расскажу об Андрее Белом. Я часто с ним встречался в Германии в 1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподнимался. Казалось, еще минута, и он превратится в облако. Говорил он не с собеседником, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово эфир давно стало техническим термином работников радиовещания. Они говорят, выпускаем в эфир, даже когда идет речь о беседе, как предохранить себя от желудочных заболеваний. А тогда слово эфир еще звучало таинственно. Тебя я, воин и сын эфира, возьму в надзвездные края. Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в Лермонтовский эфир. Россия, мессия, разрушение, созидание, бездна, взлет. Он восхищал меня, но я думал, тебе хорошо. Ты не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать. Все выводило из себя Бальмонта. Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату. Войти в трамвай было нелегко. Я, вскочив на подножку, пытался пробиться, а Константин Дмитриевич начал вопить. Хамы, расступитесь, идет сын солнца. Это не произвело никакого впечатления. И Бальмонт объявил, что поскольку ни у него, ни у меня нет денег на извозчика, мы пойдем пешком. Я не могу касаться моим телом этих бесчувственных амфибий. Бунин уверял, что во всем повинны декаденты. И в том, что разорили его усадьбу, и в том, что исчез сахар. Однажды у Толстого я прочел стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году. Там были строки «И останется от нашей родины икра рачья, да на высоком колу голова Пугачья». Бунин встал, сказал Наталье Васильевне, «Простите, подобного я слушать не могу». И ушел. Кто-то сочинил тогда стихи, которые оказались в моей записной книжке. «Вы дружбой связаны со мною, бандиты черт, парижский сноб в огромной шляпе, вышиной напоминающей сугроб. Вы, что стихами без нагана спугнули Бунина, Ивана, желаю вам от сей поры отборных раков без икры». У Толстых, несмотря на душевное беспокойство, владевшее Алексеем Николаевичем, было уютно. Толстой умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться. Неизменно он рассказывал забавные истории, причем сам смеялся первый. Как-то вернувшись с репетиции своей пьесы, он рассказал, будто в первые дни революции солдаты нашли в Малом Театре голову Йо Канаана, который в пьесе Уальда тешится Соломея. Голова им понравилась, и они начали ею играть в футбол. В другой раз Толстой рассказывал, как во время выборов в учредительное собрание в подмосковной деревне одна бабка взяла со стола не тот бюллетень, что хотела. Агитатор сказал ей, «Да это не твой номер». Она ему ответила, «Наследить боюсь. Если Бог поможет, мы с этим управимся». «Ха-ха-ха-ха», грохотал Алексей Николаевич, а было ему, как я говорил, совсем невесело. Из писателей старшего поколения я встречал Зайцева, больного, недоумевающего. Он охотно вспоминал Италию, а про то, что делается вокруг, говорил откровенно, «Не понимаю». Ходили мы иногда к поэту Челкову, который жил на Смоленском бульваре. В молодости Георгий Иванович принимал участие в революционном движении, побывал в тюрьмах, в ссылке. Около 1907-1908 годов он оказался в центре литературной жизни. О нем Блок спорил с Андреем Белым. Я его узнал постаревшим и печальным. Он походил на большую больную птицу, больше не проповедовал ни соборности, ни мистического анархизма, иногда помолчав, повторял строки Тютчева. Иван Алексеевич Новиков предпочитал цитировать Пушкина. Он был радушным хозяином, никого не обижал, глаза у него были ласковые, спокойные, и дома держался старый быт, на Пасху пекли куличи, красили яйца. У кора Мурзы собирались главным образом там Алексей Николаевич был классиком. Поэт Лепскеров нараспел читал стихи о красотах Востока. Приходила Инбер, с нею я познакомился еще в Париже, она должна была уехать в горные санатории в Швейцарию и попросила меня присмотреть за изданием ее первой книги «Печальное вино». Иллюстрации книги сделал мой приятель скульптор Цаткин. Вера Михайловна читала шутливые стихи «Вилли, милый Вилли, отвечайте мне без долгих дум, вы когда-нибудь кого-нибудь любили, Вилли Грум?» В то время я подружился с Лидиным. В молодости он был наивным и жаждал романтики. Людмила Джалалова его называла «Розовым марабу». Эта кличка прижила. В одном из писем Маяковского к Брик я нашел такие строки «Кафе омерзело мне, мелкий клоповничек». Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности правильно заметил Кайранский «Дико воет Эренбург, одобряет Инбер дичь его». В литературном наследстве не приведен конец эпиграммы «Ни Москва, ни Петербург не заменят им Бердичева». Сочинил эти стишки Критик Кайранский на вечере у Карамурзы. Я тогда еще многого не предвидел и не рассердился. Мы развлекались как могли. Сфинкс ставил людям загадки, они их не могли решить, и Сфинкс их пожирал. Эдип знал, что если он не разгадает головоломки, то его ждет гибель. Все же я думаю, что когда Сфинкс на минуту оставлял Эдипа в покое, Эдип развлекался. Вот только Андрей Михайлович Соболь редко смеялся, и улыбка у него была печальная. В ранней молодости он был связан с СССРовским подпольем, 18-летним юношей был приговорен к каторжным работам, послан свирепый Зерентуй, поселение бежал за границу. Я с ним познакомился в итальянской деревушке Кави Делованье, где почему-то обосновались, вернее, бедствовали русские эмигранты. Во время войны Соболь с чужим паспортом вернулся в Россию. Не знаю, почему он был так печален, может быть, потому что хлебнул в жизни горе, может быть, потому что действительность не походила на мечты подростка. Крестьяне жгли в усадьбах библиотеки, матросы увлекались самосудами, а по Мясницкой вместо героев степняка Кравчинского деловито шагали мешочники. В 1923 году в правде было напечатано открытое письмо Андрея Соболя. Бурные грозовые годы, прошедшие перед нами, над нами и сквозь нас, ошибалась, попекалась и падала вся Россия. Да, я ошибался, я знаю, где, когда и в чем были мои ошибки, но они являлись органическим порождением огромной сложности жизни. Безукоризненными могли себя считать или безнадежные глупцы, или беспардонные подлецы. В отсутствие глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния. Одни сознают свои ошибки раньше, другие позднее. Я позднее многих сознал, быть может потому, что всегда был и оставался социалистом и всегда верил в тот час, когда рикша из Калькутты протянет, аннулируя моря и океаны не только воды, но и слез и крови, руку Федьке Беспятому из Недоеловки. Андрей Михайлович был человеком болезненным. С обостренно чувствительной совестью, добрым, мягким. В 1926 году он покончил с собой на скамейке Тверского бульвара. Газеты сообщали об огромных событиях. Наступление немцев, Брестский мир, переезд правительства в Москву, мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на Дону. В Москве то и дело постреливали. На поварской чуть ли не в каждом особняке был штаб анархистов. В кафе поэтов я часто видел на столике рядом с пирожными Маузер. Ночи на прохожих нападали бандиты. На собраниях повторяли социалистическое отечество в опасности. Появилось сообщение о том, что организована чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. А жизнь продолжалась. Я встретил поэта Михаила Герасимова. Он повел меня на собрание пролеткультовцев. Там издевались над футуристами. Маяковский называл стихи пролеткультовцев протухшим товаром. Толстой говорил, что нужно ехать в Париж. Бунин называл Толстого полубольшевиком. Синкс требовал ответа. А мы все-таки ходили к Карамурзе, дурачились, сочиняли пародии, покупали на Сухаревке табак, ссорились друг с другом, влюблялись. Пошел я на выставку Бубновый валет. Там были холсты некоторых бубново-валетцев и супрематистов и салонных стилизаторов. Вывеска обманывала. А живопись тех художников, которые действительно были в прошлом организаторами группы Бубновый валет, мне понравилась. Я почему-то считал, да так думают многие и поныне, что бубново-валетцы слепо подражали французам. Конечно, они любили Сезанна, знали Матисса, но к опыту французских мастеров они добавили нечто свое, национальное. В ранних холстах Лентулова, Машкова, Кончаловского, Ларионова, Шагала, да и Малевича до супрематизма есть нечто от вывесок парикмахерских, фруктовых или табачных лавок, которые в дореволюционное время в провинциальных городах являлись подлинно народным творчеством. Увлекали меня и театры. Судя по записной книжке, я за один месяц побывал в художественном на трех сестрах Иннокентия Степанчиков и Иннокентия Аннинского. Был в драматическом театре на Павле Мережковского. Глядел я в филиале художественного театра пьесу «Потоп». На сцене было кафе, люди заказывали коньяк, подзывали официанта. Рядом со мной сидел художественный критик Тугенхольк, незадолго до того вернувшийся из Парижа. Когда опустили занавес, Яков Александрович полез в карман за деньгами. Ему показалось, что он в кафе должен расплатиться с официантом. А я посмеивался, хотя пьеса была скорее мрачная. Смешил меня натурализм театра. Актеры действительно пили что-то. Все было как на самом деле. В 1909 году в Париже мне показался неправдоподобным трагический актер Мунессю Ли в роли царя Эдипа. А вот теперь меня смешила неправдоподобность чересчур правдоподобного. Искусство искушало. Но я продолжал думать о вопросах сфинкса. Жизнь становилась внешне все труднее и труднее. Все жили впроголодь. Говорили о перестрелках, о пайках, о сыпняке. Я переносил лишения легче, чем многие из моих новых друзей. В Париже прошел школу голода. Как-то с оказией пришло письмо от Шанталь. Она писала, что ждет меня. На минуту передо мной встал Париж. Сена, каштаны, друзья и маленькая уличка Кур-де-Руан, где жила Шанталь. Ответ я писал долго. Хотел объяснить, что война продолжается, что у меня нет денег. А главное, я не могу уехать из России, не понимая, что здесь происходит. Письмо получилось глупое, и я его порвал. Моя мать умерла в Полтаве осени 1918 года. Я знал, что она тяжело больна, торопился. Когда я добрался до дома моего дядюшки, отец сгорбившись сидел в передней, он только что вернулся с кладбища. Я опоздал на два дня и не просился с матерью. В жизни каждого человека смерть матери многое внутренне меняет. Я с 17 лет жил далеко от родителей и все же почувствовал себя сиротой. Шел холодный дождь, цветы на могиле быстро почернели от ранних заморозков. Я не знал, что сказать отцу. Мы оба молчали. Я пробыл с ним две или три недели. Об этом можно было бы многое рассказать, можно и промолчать. Однажды на улице я увидел Короленко. Он шел сутулясь, лицо его поражало добротой и печалью. Казалось, это идет последний представитель интеллигенции прошлого века. Слова Рюшакова дает и такое толкование интеллигента. Человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями. А русская интеллигенция девятнадцатого века не была безвольной. Она умела расплачиваться за свои идеи и житейскими невзгодами, и тюрьмой, и каторгой. Сомнения ее часто объяснялись не боязливостью, а совестливостью. Именно совестливым был и Короленко. Я вспомнил, как он пригрел начинающего поэта на чужбине. Студент, который бывал у него, сказал, «Хотите, я вас представлю?» Я знал, что Владимир Галактионович плохо себя чувствовал, подавлен событиями, тревожится за своего зятя, которого арестовали немцы. Я не решусь ни о чем его спросить, а просто подойти, поблагодарить за то, что он живет на свете, я постеснялся. Так и не подошел к нему. В Киеве я оказался в скверное время. Я расскажу о том, как я там жил и что увидел, но прежде всего мне хочется сказать о самом Киеве. Мальчишка я часто бывал в этом городе, гостил у деда, побывал в Киеве и после тюрьмы, без прописки, без крова. Моя жизнь протекла в двух городах, в Москве и в Париже, но я никогда не мог забыть, что Киев моя родина. Очевидно, такова власть, слово, сила воображения. Не знаю, когда мои предки оказались на Украине и откуда их пригнали ветры истории. Может быть, из Кордовы или Гренады. В Киев мой дед приехал из Новгород-Северска, древнего уездного городка Черниговской губернии. И было это, разумеется, не во времена князя Игоря, а относительно недавно, в начале царствования Александра II. Где пан таскал его за пейсы в Новгород-Северске, в Киеве, или, может быть, в том самом Бердичеве, о котором рассказывали сотни анекдотов и который помог Кайранскому сочинить едкий стишок, не знаю. Не берусь доказать, что я добротный, потомственный киевлянин, но у сердца свои законы, и о Киеве я неизменно думаю, как о моей родине. Осенью 1941 года мы теряли город за городом, но я не забуду день 20 сентября. Тогда мне сказали в Красной Звезде, что по Крещатику идут немецкие дивизии. Киев, Киев, повторяли провода, вызывает горе, говорит беда, Киев, Киев, родина моя. Помню, как мальчишка, я подъезжал к Киеву. Поезд останавливался на каждой станции, не торопился, торопился я, и названия станции были странные, Бобрик, Бобровица, Бровары. Потом начинались пески, мне они казались Сахарой. Я высовывался из оконца. Киев показывался внезапно, купола лавры, сады, широчайший Днепр с островками, на которых зеленели деревья. Поезд долго горхотал по мосту. В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны. Для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы. Весной деревья сверкали канделябрами свечей, а осенью я собирал блестящие, будто отполированные каштаны. Повсюду были сады, и на Институтской, и на Мариинско-Благовещенской, и на Житомирской, и на Александровской, А Лукьяновка, где жила тетя Маша с грушами и с курами, мне казалось земным раем. На Крещатике был пищебумажный магазин Чернухи, там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках. В такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее. Был магазин кондитерских изделий Балабухи, в нем продавали сухое варенье, его называли Балабухой. В коробке лежала конфета похожая на розу, она пахла духами. В Киеве я ел вареники с вишнями и пампушки с чесноком. Прохожие на улице улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением. Потом, всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. Итальянцы считают жителей Турина северянами. Они суховаты, сдержаны, деловиты. Гасконцы живут на той же географической широте, что туринцы, но Гасконь юг Франции и по-французски гасконец означает фантазер, насмешник, балагур. Для испанца барселонцы северяне, а если отправиться из Барселоны на север и пересечь границу, то можно доехать до Тараскона, где жил Тартарен. На севере человек иногда улыбается, он вспомнил что-то приятное. А почему улыбается южанин? Вероятно, потому, что ему нравится улыбаться. Украинская фантазия, украинский юмор красили суровый облик Старой России. Гоголь был болезненным человеком с очень тяжелым характером, но скольких он лечил своими книгами. Я знаю, что Гоголь великий реалист, это стоит в любом учебнике, и я в гимназии читал наизусть чуден Днепр при тихой погоде. Там сказано, редкая птица долетит до середины Днепра, птицы перелетают через моря, но Гоголь прав и Днепр широк и широко искусство. После революции в русскую литературу вошли яркие, не сдержанные, насмешливые и романтические южане. Они нас слепили, смешили, вдохновляли. Бабель, Багрицкий, Паустовский, Катаев, Светлов, Зощенко, Ильф, Петров, Олеша. Мальчиком я гостил у тети Маши. Она арендовала хутор возле Борисполя. Там на ярмарке я слышал, как слепцы пели старые песни. Много лет спустя я услышал, как Рыльский читал свои стихи, и было в этом нечто мне знакомое, лукавая и нежная музыка украинской речи. В Киевской, в Софии я провел немало часов. Часто противопоставляют византийское искусство древнегреческому. Разумеется, Христос Пантократор, требовательный, суровый, связанный не только с синим небом Греции, но и с фанатичным полицейским строем Великой Империи, не входит в мир кентавров и нинь. И все же Византия сохраняла гармонию Эллады, ее отсвет дошел до древнего Киева. В Софии я чувствовал не только груз веков, но и легкость крылья искусства. Я люблю барокко Киева. Его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием. Это не гримаса, а улыбка. Мне жаль Михайловского монастыря. Он хорошо стоял, был милый дворик. Конечно, Андреевская церковь лучше, но зря его снесли. Футуристов обвиняли в неуважении к искусству прошлого, но у футуристов были перья, а не ломы. В 30-е годы порой так рубили лес, что летели не щепки вековые камни. В 1934 году я видел, как в Архангельске взрывали здание таможни Петровского времени. Спрашивал, почему, мне отвечали, мешает уличному движению, а в Архангельске автомобили были наперечет. Война нанесла Киеву много ран. Немцы взорвали собор Лавры, Крещатика не стало, потом сделали тротуары, поставили вазы с цветами, милиционеров, а потом улицу отстроили. На старом Крещатике не было памятников старины, и он мне мил только воспоминаниями. А в Москве я живу на улице Горького и пригляделся к той архитектуре, которую теперь называют Украшательской, хотя ничего она украсить не способна. Зато я восхитился, увидев новый проспект над Днепром. Киев теперь может присесть на скамеечку, разумеется, в тихую погоду, и проверить, до чего чуден Днепр. Похорошели зеленые липки, с подола сняли клеймо отверженности. «Нет, Киев мне не чужой. Первые мои воспоминания это большой двор, куры, белорыжая кошка, а напротив дома на Александровской красивые фонарики, там помещалось летнее увеселительное заведение Шато-де-Фляр. С Киевом связано немало событий в моей жизни. В 1918-1919 годах там существовала художественная школа Александры Александровны Экстер, левой художницей, которая выставлялась в Москве вместе с бубновым валетцами и делала постановки в камерном театре. В школе учились дюжина молоденьких девушек и несколько юношей. Об этом я расскажу в одной из последующих глав. Теперь я говорю не о живописи, но о себе. Среди учениц Эстер была 18-летняя девушка Люба Казинцова. Она заинтересовалась мною, узнав, что я знаком с Пикассо. Что касается меня, то я заинтересовался ею, хотя она была знакома только с Александрой Александровной. Я начал ходить на Мариинско-Благовещенскую, где жил доктор Казинцов. Конечно, репутация у меня была шаткая, но шатким тогда было все. Гетмана сменил Петлюра, Петлюру прогнала Красная Армия. Люба с товарищами расписывала агит-пароход. Швейцар литературно-артистического клуба философствовал «Сегодня на выворот, а завтра за шиворот». Я продолжал писать стихи, но в многочисленных анкетах на вопрос о роде занятия отвечал уже не поэт, а служащий и работал в нескольких советских учреждениях. Впрочем, все это к делу не относится. Люба украдкой приходила ко мне. Я снимал тогда комнату на Рейтерской. Несколько месяцев спустя мы, никого об этом не предупредив, направились в ЗАГС, пробираясь через спящих красноармейцев и тюки, отобранные проткомом. В октябре 1943 года вместе с другими корреспондентами Красной Звезды я жил в сожженном селе Летки на Десне. Мы ждали, когда освободят Киев. Вокруг шумел высокий камыш. Иногда мы ездили в Дарницу, оттуда можно было рассмотреть город. Иногда переправлялись на правый берег Днепра. Ждать было трудно. Поэт Семен Гудзенко потом написал «Но и в сугробах Подмосковья, и в топях белорусских рек был Киев первой любовью, незабываемой вовек». Я увидел пески Бабьего Яра. Там гитлеровцы убили 70 тысяч евреев. Мне показали объявления жиды города Киева и окрестностей. В понедельник 29 сентября к 7 часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дорогожитскую улицу возле еврейского кладбища. За неявку смертная казнь». По длинной Львовской шло шествие обреченных. Матери несли грудных детей, парализованных везли в тележках. Потом людей раздевали и убивали. Среди погибших не было моих близких, но, кажется, нигде я не пережил такой тоски, такого сиротства, как на песках бабьего яра. Иногда чернела зола, обугленные кости. Немцы незадолго до эвакуации приказали военнопленным выкопать тела жертв и сжечь их. Почему-то мне казалось, что здесь погибли мои родные, друзья, сверстники, что сорок лет назад я видел их. Они играли в детские игры на смутных улицах Подола или Демиевки. В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат студент показал мне на крещатике человека в очках с длинными волосами и почтительно пояснил «Это Шолом Алэйхем». Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом Алэйхема. Я вздыхал и смеялся. Мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на крещатике. Шолом Алэйхем называл Киев егупцем, и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с егупцем Бабьим Яру. В Киеве я пережил еврейский погром. Для меня рассказ украинского писателя Кацюбинского вдвойне дорог, и потому что я понимаю муку эстерки, и потому что автор рассказа не резник Абрум, а Михаил Михаевич, сын Михаила Матвеевича и Глюкерии Максимовны. Я много пережил в Киеве, но дело не в этом. Говорят, что можно родиться в случайном месте, на узловой станции или в далекой стране, куда судьба на месяц или на год закинула родителей. Что же, в таком случае узловая станция перестает быть одним из кружков на карте, далекая страна становится близкой. Киев, Киев, родина моя. Всякий раз, когда я попадаю в Киев, я обязательно подымаюсь один по какой-нибудь крутой улице. Мальчишкой быстро взбегал, а постарел и задыхаюсь. Подымаюсь, и кажется мне, что только с Липокилис-Печерской я могу взглянуть на годы, на десятилетия, на прожитый век. Все это, если угодно, присказка. Я прожил в Киеве с осени 1918 года по ноябрь 1919, один год. Менялись правительства, порядки, флаги, даже вывески. Город был полем гражданской войны, громили, убивали, расстреливали. Вот об этой недоброй сказке мне предстоит рассказать. Если я начал с лирического отступления, то потому, что почти все пословицы лгут, точнее, излагают истины наоборот, в том числе и классические пословицы классических римлян, которые говорили «уби, бене и бипатрия», где хорошо, там и родина. На самом деле родина и там, где бывает очень плохо. В Париже мы в тоске повторяли немцев в Нойоне. И вот я увидел немцев на Крещатике. Навстречу мне шел высокий офицер с вильгельмуртскими усами. Возле думы стояли немецкие часовые в высоких сапогах. Они выстукивали чечетку деревянными подошвами. На одной станции по пути в Киев я заметил в ресторане чистую половину с надписью «Только для господ немецких офицеров». Газеты заверяли, что правит Украина Гетман Скоропадский. Фамилия его звучала плохо, правительства тогда слишком часто падали. Я его никогда не видел, может быть внешность у него была подходящая. Когда педлюровцы подошли к городу, Гетман уехал в Германию. Однако возле дома, где он жил, по-прежнему стояли молоденькие добровольцы, уверенные в том, что защищают главу государства. Киевляне смеясь говорили, что Гетман поторопился. Что же, он не торопился умереть. Он прожил в эмиграции почти 30 лет, восхищался Гитлером и увидел вторично разгром Германии. Один немец мне рассказал, что Скоропадского до самой смерти величали господином Гетманом. Наверное, с годами он привык к этой кличке, но в 1918 году он играл плохо, как дебютант. Ему полагалось защищать независимость Украины, но, будучи офицером царской армии, он явно предпочитал петербургских гвардейцев киевским гайдамаком. Гетманом его сделали немцы, естественно, что он им объяснялся в любви. Но во Франции союзники начали большое контрнаступление, и Скоропадский послал своего человека в Одессу, где сидел представитель союзника французский консул Мсье Энно. На толкучке демобилизованные в ободранных шинелях продавали хрустальные люстры и винтовки. На толкучке пели «Украина моя хлебородная, немцу хлеб отдала, сама голодная». Немцы не могли пожаловаться на отсутствие аппетита. Ели они повсюду, в ресторанах, в кафе, на рынках, ели венские шницели и жирные пончики, шашлыки и сметану. Немцы были веселы и довольны жизнью. Киевских паштетных было куда уютнее, чем на Шемен-де-Дам или Увердена. Они казались фигурами из одного из тех памятников, которые в Германии ставились в честь военных побед. Они верили, что подчинять себе мир. Двадцать два года спустя я увидел сыновей этих немцев, что некогда прогуливались по Крещатику. Они шли по Парижским бульварам, дети походили на отцов, много ели и слепо верили в свое превосходство. Киев напоминал обшарпанный курорт, переполненный до отказа. Киевляне терялись среди множества беженцев с севера. Крещатик был первым этапом русской эмиграции. До Одесской набережной, до Турецких островов, до берлинских пансионов и парижских мансард. Сколько будущих шоферов такси в Париже прогуливалось тогда по Крещатику. Были здесь и сиятельные петербургские сановники, и промырливые журналисты, и актрисы кафе Шантанов, и владельцы доходных домов, и заурядные обыватели. Северный ветер гнал их, как листья осенью. Каждый день открывались новые рестораны, паштетные, шашлычные. Северяне после жизни в суши впроголодь тучнели на глазах. Открывались также казино с азартными играми, театры, миниатюр, кабаре. В маленьком театре, известном петербургцам, актеры, подпрыгивая, пели куплеты, написанные Агневцевым. И было всех правительств десять, но не успели нас повесить. Пооткрывалось множество комиссионных магазинов. Это было вновь и удивляло. Продавали меха, начальные кресты, иконы с ризами, столовое серебро, серьги, шотландские пледы, кружева. Словом, все, что удалось вывезти из Москвы и Петрограда. Деньги ходили разные, царские, керенки, украинки. Никто не знал, какие из них хуже. Возле Думы спекулянты предлагали желающим германские марки, австрийские кроны, фунты, доллары. Когда приходили известия о неудачах немцев во Франции, марки падали, а фунты подымались. Особенно привлекательными казались покупателям доллары. Причем спекулянты, то ли чтобы проявить некоторую фантазию, то ли чтобы побольше заработать, делили доллары на различные категории. Дороже всех расценивались те, что с быками. Офицеры тоже делились на категории. Были сторонники Деникина, красновцы, кубанцы и даже представители астраханского войска. Все они, кажется, входили в особый русский корпус, но между собой ссорились. Все, однако, ругали большевиков, самостийников и евреев. На Крещатике я впервые услышал боевой клич «Бей жидов, спасай Россию». Евреев они убили немало, но своей старой России этим не спасли. Поползли слухи «Союзники разбили немцев». В Германии неспокойно. Во главе нового правительства стоит какой-то немецкий Керенский, его зовут Макс Баденский. Белые офицеры не знали радоваться и мили огорчаться. С одной стороны, они клялись верности союзникам и клеймили Брестский мир, с другой хорошо понимали, что если немцы уйдут, то город захватят, как они говорили, бандиты, то есть петлюровцы. Немцы упаковывали чемоданы деловито не торопясь. Кайзер из Берлина уехал в Голландию. Военные действия на Западе кончились. Газеты сообщили, что в Киеве образовался немецкий совет солдатских депутатов. Не знаю, чем он занимался. Что касается немецких офицеров и солдат, то они старались вывести на родину побольше трофеев сало, масло, сахар. Эсеры и кадеты, заседавшие в городской думе, хотели было объявить, что берут в свои руки власть, как демократические избранники населения. Но из Одессы приехал эмиссар от Мсье Энно и объявил, что союзники приказывают демократическим силам Киева поддерживать Гетмана Скоропадского. Петр Пильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем. Гетман, поставленный немцами, спешно разучивал Марсельезу. Мсье Энно говорил, что он за Гетмана и предлагал директорию снабдить ее оружием. Правительство Новой Германской Республики называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на советскую Россию. Об этом в чертовой перечнице не было ни слова. Перец молол не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу французскую или немецкую. Поезда в Одессу штурмовали. Все говорили, что там высадятся войска союзников. Высадятся они слишком поздно, чтобы оградить Киев от петлюровцев или от большевиков, а вот Одесса это рай, крепость, спокойная жизнь. Скептики добавляли, что если даже из Марселя не приедут французские по Алю, то беженцы смогут из Одессы уехать в Марсель. Море есть море. Я говорил, что никогда не рождается столько басен, как в начале войны. Гражданская война длилась долго, но противники советской власти то и дело менялись, и все они фантазировали, как это делают люди в самом начале войны. Различные осведомленные беженцы клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и красных, и самостейников. шли разговоры о бандах. Повстанческих отрядов было много. Внешне они походили друг на друга, но среди повстанцев были люди, думавшие по-разному. Одни верили в директорию, другие считали, что нужно покончить с буржуями, а пока что раздевали крестьян. Были любители пограбить, не покаявшиеся апанасы, которые набили себе руку на еврейских погромах. Не помню, когда на сцену появлялся тот или иной батька в 1918 году или в 1919, но за год я наслушался историй о стрюке, тетюннике, ангеле, зеленом, заболотном и, разумеется, о самом знаменитом из всех Махно. Войска директории подошли к городу. Напоследок белые офицеры опорожнили винные погреба, пили, пели, ругались, плакали и расстреливали подозрительных. Когда солдаты занимают город, настроение у них хорошее. Когда им приходится оставлять город, они полны злобы, лучше им не попадаться на глаза. В тот год мне приходилось очень часто слышать три определения штаб Духонина, экстессы и хлопнуть дверью. Петлеровцы шли по Крещатику веселые, никого не трогали, московские дамы, не успевшие выбраться в Одессу, восхищались. Какие они милые. Белых офицеров собрали и заперли в педагогическом музее. Очевидно, дело было в размерах помещения, а не в педагогике. Помню, как все перепугались, раздался грохот, во многих домах повылетали стекла. Обыватели поспешно стали набирать воду в ванной, может быть, не будет воды, и вжечь петлеровские газеты. Оказалось, что кто-то бросил бомбу в педагогический музей. Названия газет изменились. Вывесили желто-голубые флаги, на ассигнациях был трезубец, приказали переделать вывески магазинов, и повсюду можно было увидеть лесенки, на них стояли маляры с кистями, вместо И ставили И с точкой. На двух домах в Липках появились гербы английский и французский. Газеты сообщали, что мсье Энно обещал защитить независимость Украины и от красных, и от белых. Иногда мне казалось, что я смотрю фильм и не понимаю, кто за кем гонится. Кадры мелькали так быстро, что нельзя было не только задуматься, но рассмотреть. Петлеровцы вели переговоры с большевиками и с деникинцами, с ненцами и с мсье Энно. В Киев войска директории вошли в декабре и пробыли недолго, шесть недель. Никто не знал, кто кого завтра будет арестовывать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать и какие постараться сучить простофили. Жизнь, однако, продолжалась. У меня долго не было комнаты, и я спал на диване в квартире моего двоюродного брата, профессора венеролога. Порой утром на улицах стреляли, а в приемной уже сидели мрачные пациенты. Они неизменно отворачивались друг от друга, некоторые пытались закрыть лицо газетой, названия газет менялись и писали там совсем другое, чем вчера, но это не смущало пациентов. Был дом на липках, где обычно допрашивали арестованных. Уходя, жгли бумаги, выбивали стекла. Приходили новые власти, стекла вставляли, привозили кипы бумаги и начинали допрашивать арестованных. Я упомянул о литературно-артистическом клубе. Помещался он на Николаевской и назывался весьма неблагозвучно КЛАК Киевский литературно-артистический клуб. В месяцы советской власти его переименовали в ХЛАМ не из презрения к искусству, а потому, что все и все переименовывали. ХЛАМ означал художники, литераторы, актеры, музыканты. Я туда частенько приходил. После очередного переворота некоторые завсегдаты исчезали, уходили с армией или, как говорил философический швейцар, их хватали за шиворот. Оставшиеся пели или слушали пение, читали стихи, еле беточки. Когда в феврале пришли с левого берега красноармейцы, почти все им обрадовались. Помню одного из посетителей клуба, лысого московского адвоката. Возбужденный он кричал, «Я против всех идей, но все таки у них есть идеи, а мы здесь жили черт знает как». Были, разумеется, непримиримые. Они считали, что через месяц городской сад снова станет купеческим и начнет выходить в свет дорогой им киевлянин. Ведь мсье Энно обещал, что союзники высадятся в Одессе, в Севастополе, в Новороссийске и первым делом освободят от большевиков мать городов русских. С кем только не договаривался общительный мсье Энно. Вокруг Киева рыскали курени смерти и отряды различных атаманов. Горели дома, летел пух из перин. Каждый день рассказывали о новом погроме, о безнасилованных девочках, о стариках с распоротыми животами. Союзники заседали в Париже, вдохновленные романтикой Венеции и Дожей они организовывали Совет Десяти. Этот Совет договаривался с Деникиным. Мсье Энно обещал винтовки Батьке Зеленому. Люди умирали от голода, от шальной пули, от погромов, от тифозных вшей. При Петлюровцах кто-то принес в КЛАК французскую газету Матен. Я узнал, что в Париже появилась новая мода. Мужчины носят пиджаки чрезвычайно узкие кайзера напоминают элегантных дам. Вслед за модами была напечатана статья, объяснявшая, что союзники в России защищают свободу, гражданские права и высокие человеческие ценности. Я говорил, что Скоропадский дожил на немецких хлебах до глубокой старости. Петлюру застрелил в Париже часовых дел мастер Шварц Барт. Не знаю, что стало с мсье Энно, он был маленьким человеком, историки им не занимаются. Но часто откладывая газету с сообщениями о событиях в Гватемале или в Конго, в Иране или на Кубе, я вспоминаю 1919 год. Истерзанный Киев и тень таинственного мсье Энно. Красноармейцы пришли в феврале 1919 года, а в августе город заняли белые. Шесть месяцев были яркими, шумными. Для Киева это была пора надежд, порывов, крайностей, смятения, пора весенних гроз. Начну с себя. Я уже говорил, что стал тогда советским служащим. В Париже я был гидом, потом на товарной станции разгружал вагоны, писал очерки, которые печатала биржовка. Все это, включая газетную работу, не требовало большой квалификации. Но дальнейшая страница моей трудовой книжки воистину загадочна. Я был назначен заведующим секцией эстетического воспитания мофиктивных детей при Киевском Собезе. Читатель улыбнется, улыбаясь и я. Никогда до того времени я не знал, что такое мофиктивные дети. Читатель тоже, наверное, не знает. В первые годы революции были в ходу таинственные термины. Мофиктивный означало морально дефективный. Под это понятие подходили и несовершеннолетние преступники, и дети трудновоспитуемые. Когда это мне объяснила сухопарая Фребелечка, я понял, что в детстве я был наймофиктивнейшим. Почему мне поручили эстетическое воспитание детей, да еще свихнувшихся? Не знаю. К педагогике я никакого отношения не имел, а когда в Париже моя дочка начинала капризничать, знал только один способ ее утихомирить, отнюдь не педагогический, покупал за два су изумрудный или пунцовый легенец. Впрочем, в те времена многие занимались не своим делом. Шагинян, читавший лекции по эстетике, начала обучать граждан овцеводству и ткацкому делу, а Сельвинский, закончив юридические факультеты курсы марксизма-ленинизма для профессоров, превратился в инструктора по сбору пушнины. В мофиктивной секции два или три месяца проработал юноша, случайно не обнаруженный угрозыском. Он торговал долларами, аспирином и сахаром. Кроме того, он писал неграмотные стихи. Он говорил, извиняюсь, но жутко эротические. Многие черты героя романа «Рвач», написанного мной в 1924 году, взяты с биографии этого моего сослуживца. В педагогике он разбирался еще меньше меня, но был самоуверен, развязен, вмешивался в разговоры педагогов или врачей. Помню одно заседание. Говорили о влиянии на нервную систему ребенка, белков, жиров, углеводов. Молодой автор жутко эротических стихов вдруг прервал седого профессора и заявил «Эти штучки вы бросьте, я сам вырос нервный, уж если разбирать по косточкам, то и жиры полезны, а главное белки». Я предупреждал педагогов и психиатров, что я круглый невежда, но они отвечали, что я хорошо работаю. Создалась репутация Эренбург, специалист по эстетическому воспитанию детей. И осенью 1920 года, когда я вернулся в Москву, Мерхойт предложил мне руководить детскими театрами республики. Мы долго разрабатывали проект опытно-показательной колонии, где малолетних правонарушителей можно будет воспитывать в духе творческого труда и всестороннего развития. То была эпоха проектов. Кажется, во всех учреждениях Киева седоволосые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле. Мы обсуждали, как действуют на чрезмерно нервных детей, чересчур яркие краски, влияет ли на коллективное сознание многоголосая декламация, и что может дать ритмическая гимнастика в борьбе с детской проституцией. Несоответствие между нашими дискуссиями и действительностью было вопиющим. Я занялся обследованием исправительных заведений, приютов, ночлежек, где учились беспризорные. Мне пришлось составлять доклады, речь шла уже не о ритмической гимнастике, а о хлебе и ситце. Мальчишки убегали к различным батькам, девочки зазывали военнопленных, возвращавшихся из Германии. В секции работал молодой художник Паня Пастухов, человек крайне застенчивый. Однажды я его направил в приют для девочек-беженок, организованный в 1915 году. Пастухов пришел потрясенный. Оказывается, девочки успели вырасти и при смене различных правительств, брошенной на произвол судьбы, стали добывать себе хлеб. У некоторых уже были грудные дети. Когда Пастухов начал говорить о том, что ученье свет, одна из девиц ему игриво сказала, «Мужчина, лучше угостите папиросой». Помещалась наше учреждение в особняке на Липках. Помню в большом зале ампирный секретер с наляпанным при описи большим ярлыком. Как-то на секретере я обнаружил грудного младенца. Его подкинули ночью. В соседнем особняке помещалась губчика. Туда то и дело подъезжали машины. В саду быстро все зазеленело. Я слушал споры о методе далькрозой глядел в окно. Цвела акация. В те времена люди работали зачастую в нескольких учреждениях. Помимо маффективной секции я делал много другого. Например, заседал в секции прикладного искусства. Время казалось было для искусства неблагоприятным. То и дело на улицах постреливали. Мсье Энно не терял времени и Киев был окружен всевозможными бандами. Стратеги спорили, кто раньше ворвется в город петлюровцы или геникинцы. На секции прикладного искусства сделало многое. Говорю не о себе. Я и в этом деле был, если не профаном, то дилетантом. А в секции работали хорошие специалисты. Киевские художники Меллер, Прибыльская, Маргарита Генке, Спаская. Мы устраивали выставки народного искусства, мастерские вышивок и керамики. Я познакомился с талантливой крестьянкой Гапа и Собачка. У нее было удивительное чувство цвета. На Крещачке появились огромные декоративные панно с украинским орнаментом. Я увидел глиняных зверей, вылепленных гончаром. Иван Тарасович был одним из последних художников, представлявших традиционное народное творчество. В те годы его звери не были ни баранами, ни собаками, ни львами. Они принадлежали к неизвестной зоологам породе. Каждый был неповторим. Народное творчество вдохновляется природой, но никогда ее не копируют. И если вологодские кружевницы изучали заиндивевшее окно, то именно потому, что узоры иния похожи на джунгли, на звездное небо, на буквы несуществующего алфавита. В Киеве я познакомился с писательницей Федорченко, автором интересной книги «Народ на войне». Она работала с сестрой милосердия в военном лазарете и записывала разговоры солдат между собой. Я переписал тогда размышления одного солдата об искусстве. Вот у нас один вольно определяющийся рисует. то так похоже все, будто на самом деле. Даже скучно глядеть. Усорили различные литературные манифесты, всяческие художественные измы, а вот слова солдата, оброненные в 1915 году, мне кажутся теперь не только живыми, но и злободневными. Работал я также в литературной студии, учил начинающих стихосложению, хотя я в то время писал расхлябанным свободным стилем, ямб от хорея отличить я все же мог. Брюсов мне долго доказывал, что можно научить маломальски способного человека писать хорошие стихи. Гумилев, разделяя это мнение, говорил, что он даже из отцупа сделал поэта. А я в обучение поэзии не верил и не верю. В школе, как бы она ни называлась, студии, курсами, институтами или академии, можно только научить читать стихи, то есть поднять эстетическую культуру учащихся. Среди учеников студии был вежливый застенчивый юноша Ушаков. Я рад, что недолгая эпопея моего учительства в киевской студии не помешала ему стать поэтом. Я с ним потом встречался и убедился, что он на меня не в обиде. В доме на Николаевской помещались и союз писателей, и рабис, и литературная студия, и многое другое. Там спорили о футуризме, распределяли художников для украшения улиц, читали лекции о марксизме, выдавали охранные грамоты и всевозможные удостоверения. Внизу в подвале помещался хлам, он же бывший клак. Там я встречал киевского поэта Владимира Маковейского. Незадолго перед этим он издал сборник санетов «Стилос Александрии». Он великолепно знал греческую мифологию, цитировал Лукиана и Асклепиада, Маларме и Рильке, словом, был местным Вячеславом Ивановым. Заглянув теперь в его книгу, я нашел всего две понятные строки о том, что мумией легла Эллада в Александрийский саркофаг. Маковейскому очень хотелось быть Александрийцем, но время для этого было неподходящее. Другим киевским поэтом, правда, не домоседом, был Бенедикт Лившиц. Я помнил его неистовое выступление в сборниках первых футуристов. К моему удивлению, я увидал весьма культурного, спокойного человека. Никого он не ругал, видимо, успел остыть к увлечениям ранней молодости. Он любил живопись, понимал ее, и мы с ним беседовали предпочтительно о живописи. Он мало писал, много думал. Вероятно, как я, как многие другие, хотел понять значение происходящего. Среди северян в хламе выделялся Мандельштам. Он уже был известен по книге «Камень». О нем я напишу дальше. Особенно хорошо я его узнал в 1920 году в Коктебеле. Помню, как в хламе Осип Эмильевич прочитал чудесные стихи, я изучил науку расставания. Метеором промелькнул Шкловский, прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путанный, луково улыбался и ласково ругал решительно всех. В хламе я познакомился с мечтательным кудреватым Никулиным. Он как-то прочитал нам стихи очень меланхоличные, про гроб. Натан Венгров писал стихи для детей. Он устроил день детской книги. На Крещатике поставили огромное панно, и улицу заполнили медвежата, слоны, крокодилы. Венгров мне доказывал, что я детский поэт и случайно занимаюсь не своим делом. Я в жизни многое перепробовал, но для детей никогда не писал. Приходила в хлам известная актриса Вера Юренева. Часто ее сопровождал юноша, почти подросток, с неизменно насмешливым выражением лица. Когда нас познакомили, он буркнул Миша Кольцов. Среди украинских поэтов самым шумным был футурист Семенка. Он был невысокого роста, но голос у него был сильный. Он отвергал все авторитеты и уважал только Маяковского. Встречал я тычину молчаливого, мечтательного. Казалось, что он все время к чему-то прислушивается. Была в нем мягкость, доходящая до смущения. Поглядев на него, я как-то сразу поверил, что он настоящий поэт. В сердце еврейских писателей шла лихорадочная работа. Нужно было в короткий период между петлюровцами и денигинцами успеть подумать, написать, напечатать, в Киеве тогда находились Бергльцон, Квитко, Добрушин, Маркиш. Если мне удастся написать последующие части этой книги, я постараюсь воссоздать образ Переца Маркиша, с которым впоследствии встречался и в Париже, и в Москве. А тогда в Киеве он выглядел красивым юношей, с копной волос, неизменно вздыбленных, с насмешливыми и печальными глазами. Все его называли бунтарем, говорили, что он покушается на классиков, низвергает кумиры, а мне он при первом знакомстве напомнил бродячего еврейского скрипача, который на чужих свадьбах играет печальные песни. В Киеве я познакомился со многими художниками. Александра Александровна Экстер немало времени провела в Париже, дружила с Леже, числилась кубисткой, однако ее работы были бесконечно далеки от урбанистических видений Леже. Больше всего увлекал Экстер театр, она работала в Московском камерном театре в киевских театрах. Не знаю, почему так получилось, но и среди учеников Александра Александровны и среди молодых художников, с ней встречавшихся, можно было тоже обнаружить страсть к театру, к зрелищу. Почти все художники, которых я тогда встречал в Киеве, стали художниками театра Тышлер, Рабинович, Шифрин, Меллер, Петрицкий. Страсть к театру. Я написал эти слова и невольно подумал об одном из учеников Экстер по 20-летним Саше Тышлере. Его дальнейшая судьба лучше всего подтверждает ту страсть к театру, которая характеризует художников Киева. Дело, конечно, не в том, работало ли Х или Игрик для театра, этим занимались почти все советские художники, хотя бы потому, что были периоды, когда красочность, фантазия, мастерство допускались скорее на сцене, нежели в выставочном зале. Тышлера москвичи знают именно по театральным постановкам. Его декорации королю Лиру условны и реальны, как стих Шекспира, но поразительно другое. Тышлер из станковой живописи сохраняет театральное восприятие мира. Помни его картину, изображавшую расстрел солдатами почтового голубя. Он написал ее лет за двадцать до Пикассовской голубки. Только художник, способный воспринять пир небожителей, о котором писал Тютчев, как феерическую трагедию, мог в тридцатые годы двадцатого века взяться за подобную тему. Первые годы революции были годами не только взлета сценического искусства, но и повального увлечения театром. В маленьких городах Украины бродячие актеры, мечтавшие наконец-то поесть досыта, потрясали зал, заставляя зрителей забыть о недоданных пайках, о нетопленных квартирах, о ночных перестрелках. А Киеву повезло. Он получил Константина Александровича Марджанова. Это был человек взволнованный, полный смелых замыслов, мягкий и, однако, непримиримый. Помню, как он горячился, мы сидели в буфете, пили поганый чай, и я ему рассказывал об Испании, он готовил пьесу Лопе де Вега. Театр это театр. Я сказал в горы с полкоме, что горы с полком это горы с полком. Им хочется, чтобы актеры на сцене пили чай взаправду. А что они скажут, если люди, которые пьют чай в буфете горы с полкома, начнут произносить монологи, заламывать руки и говорить о восстановлении городского хозяйства гегзаметром? Киев увидел Фуэнтова Вехуна, и в зал старого Соловцовского театра ворвался ветер. Мы долго не расходились, стояли и аплодировали. Марджанову понравилась пьеса «Рубашка-бланш», которую я написал с Алексеем Николаевичем Толстым, и он решил ее поставить. Декорацию писал Шифрин. Кажется, после второй или третьей репетиции в город ворвались геникинцы. Я часто встречал двух поклонников Марджанова, неразлучных приятелей, малолетних, но не маффективных, брата Любы Гриши Козинцева и Сережи Яткевича. Они пригласили меня в помещение, где прежде был кривой Джимми. Устроили народный балаган, то есть один из тех эксцентричных спектаклей, которые в голодные и холодные годы тешили зрителей. На Софийской улице возле Думской площади было маленькое грязное кафе. Держал его худущий грек с длинным и страстным лицом моделей Эль Греко. В окне была вывецка настоящий свежий просто кваш. Грек готовил душистый турецкий кофе, и мы к нему часто ходили, поэты, художники, актеры. Для меня это кафе связано с моей дальнейшей судьбой. Там я иногда рассказывал Любе, молоденькой студентке педагогического института Ядвиги, Наде Хазиной, которая потом стала женой Мандельштама, о моих заграничных похождениях. Я фантазировал, что делал бы добрый французский буржуа или римский Ладзарони, оказавшись в революционной России. Так рождались персонажи романа Холио Хоренита, который я написал два года спустя. Я продолжал писать стихи. Лучшими они не становились, но тон изменился. Я еще не понимал всего значения событий, но несмотря на различные беды того времени, мне было весело. Наши внуки будут удивляться, перелистывая страницы учебника 14-й, 17-й, 19-й, как они жили. Бедные, бедные. Дети нового века прочтут про битвы, заучат имена вождей и ораторов, цифры убитых и даты. Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы, как между голосами пушек стекотали стрижи, как была прекрасна в те годы жизнь. Если задуматься над далеким прошлым, многое открывается. Внешне все выглядело странно. Вокруг города рыскали банды, каждый день рассказывали о погромах, убийствах, тревожно вскрикивали машины, геникинцы и петлюровцы состязались, кто первый дойдет до Киева. Не раз я слышал злой шепот «Недолго им царствовать!» А мы сидели над проектами, обсуждали, когда сдадут печать третий тон сочинений Чехова или Кацюбинского, где лучше поставить памятник революции. Мы читали стихи, смотрели картины, и то внутреннее веселье, о котором я говорил, светилось в глазах не только четырнадцатилетнего Гриши Козинцева, но и Константина Александровича Марджанова, а ему тогда было под пятьдесят. Дело не в возрасте, или, если угодно, в возрасте революции. Ей было по московскому исчислению два года, а по местному несколько месяцев. Есть воспоминания, которые радуют, приподымают, видишь порывы, доброту, доблесть. Есть и другие. Напрасно говорят, что время все исцеляет. Конечно, раны зарубцовываются, но вдруг эти старые раны начинают ныть, и умирают они только с человеком. Мне предстоит рассказать о нехорошем. За два века до нашей эры Плафт веселил римлян своими комедиями. От них в памяти остались четыре слова «Homo homini lupus est». И мы часто говорим о морали того общества, которое построено на корысти, на борьбе за кусок пирога «Человек человеку волк». Плафт напрасно приплел к делу волков. Монтефель, изучавший жизнь этих животных, мне говорил, что волки редко дерутся друг с другом, да и на людей нападают только доведенные голодом до безумия. А я в моей жизни не раз видел, как человек травил, мучил, убивал других безо всякой к тому нужды. Если бы звери могли размышлять и сочинять афоризмы, то, наверное, какой-нибудь седой волк, у которого его сосед вырвал клок шерсти, пролаял бы «Волк волку человек!» Что мне сказать о киевском погроме? Теперь никого ничем не удивишь. В черных домах всю ночь напролет кричали женщины, старики, дети. Казалось, это кричат дома, улицы, город. Перец Маркиш написал в те годы поэму о погроме в городище. Там убили 500 человек, в Бабьем Яру убили свыше 70 тысяч евреев, в Европе 6 миллионов. Я себя ловлю на этом сопоставлении. Недавно я слышал машину, которая сама сочиняет музыку. Так вот, мне кажется, что вместо сердца отстукивают цифры мыслящая машина. Да, в 1919 году палачи еще не додумались до газовых камер, зверства были кустарными, вырезать на лбу пятиконечную звезду, изнасиловать девочку, выбросить в окно грудного младенца. Во дворе лежал навзничь старик и пустыми глазами глядел на пустое осеннее небо. Может быть, это был молочник Тевье или его зять, сторожил обреченного егупица. Рядом была лужица, не молока, крови, а ветер беспокойно теребил бороду старика. Как во всякой трагедии были и фарсовые сцены. В квартиру моего тестя, доктора Козинцева, сбежал рослый парень в офицерской форме и крикнул «Христа распяли, Россию продали!» Потом он увидел на столе портсигар и спокойно деловито спросил «Серебряный?» Я решил пробраться в Коктебель к Волошину. Его дом казался мне убежищем. Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки, жидей-коммунисты, комиссары, выходи! На одной станции из нашей теплушки выбросили художника Робиновича. Харьков, потом Ростов, потом Мариуполь, Керчь, Феодосия. Мы ехали добрый, нет, не добрый месяц. Зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов среди больных сыпняком, которые бредили и умирали, лежали густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик «А кто здесь пархатый?» «Вши кровь, кровь и вши». На замызганных заборах красовались портреты Деникина, Колчака, Кутепова, Маймаевского, Шкуро. На улицах подвыпившие кубанцы проверяли документы. Кто-то вопил «Держи, комиссара!» В харьковской гостинице «Палас» помещалась контрразведка. Прохожие обходили этот дом. В кафе за одним столиком сидели французские офицеры, за другим спекулянты. Они пили кофе по-варшавски. Повсюду пестрели плакаты «Освага!» «Вперед на Москву!» Конь Георгия Победоносца попирал копытами носатого еврея. Метались из города в город московские адвокаты, питерские литераторы, аристократки, повязанные пятью платками с шляпными коробками, куда они клали еду, актеры-гувернантки беспризорные. Какой-то шутник декламировал в разбитой загаженной гостинице «Бежать? Но куда же? На время не стоит труда, а вечно бежать невозможно». Сумасшедшая старуха в солдатской шинели в шляпе с фиолетовыми перьями шептала «Нет, Клемансо нас не оставит на произвол судьбы». Из ночного кабака гурьбой выходили пьяные офицеры. Они пели «Генерал у нас шкуро, чхать нам на Европу, мы поставим ей перо». Дальше шло непечатное. В 1925 году я увидел на парижских стенах афишу «Цирк Буфало» показывает публике новый аттракцион — джигитовку казаков под руководством знаменитого генерала Шкуро. Бывший погромщик закончил свою карьеру на цирковой арене. Обыватели, выходя утром на базар, прислушивались «Не стреляет ли?» Все были стрелянными, и никто ничему не верил. В людях смелых, понимавших, за что они борются, гражданская война рождала ненависть, стойкость, доблесть. А в надышенных, насиженных домишках копошились перепуганные людишки. Эти не хотели спасать ни революцию, ни старую Россию, они хотели спасти себя. Из страха они доносили то чекистам, то контрразведчикам, что у соседки племянник в продотряде, или что сосед выдал свою дочку за белого офицера. Они боялись шагов на лестнице, скрипа дверей, шепотов в подворотне. Самые хитроумные прятали под половицей пятаковки и портреты Маркса, готовясь через неделю или через месяц положить под ту же половицу портрет Маймаевского, царские деньги, даже Николу Чудотворца. На вокзалах приходилось прыгать через тела, лежали тифозные беженцы мешочники. Вот этот кудрявый паренек еще вчера пел «Смело мы в бой пойдем за власть советов», теперь он горланит «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и всех жидов побьем на прополую». Ни в какой бой он не собирался и не собирается. Он торгует валенками, украденными на складе. Казаки были лютыми. Здесь казались и традиции и злоба за развороченную, разрубленную жизнь и смятение. В Белой армии были черносотенцы, бывшие охранники, жандармы, вешатели. Они занимали крупные посты в администрации, в контрразведке, в Осваге. Они уверяли, а может быть сами верили, что русский народ обманут коммунистами, евреями, латышами. Его следует хорошенько выпороть, а потом посадить на цепь. Много лет спустя я купил в Париже сборник стихов некоего посажного, который называл себя Черным Гусаром. Он работал на заводе Рено, проклинал лягушатников французов и сокрушался о прошлом великолепии, вспоминая своего боевого коня. Пегас лягушатся на завтра, у тех, кто были юнкера. Читая эти заклинания в 1929 году, я смеялся, а в 1919 году эдакий посажной врывался в теплушки, бил наотмашь по лицу, расстреливал. Но больше всего среди белых было людей, потерявших голову, с телом, расчесанным от вшей, с сердцем, расчесанным от настоящих и предполагаемых обид, от резней арестов, расстрелов, от плача городов, переходивших из рук в руки, от сознания, что завтра их приставят к той же грязной стенке, в которой сейчас они тащат очередную партию подозрительных. Леонгард Франк назвал одну из своих книг «Человек добр». А человек не добр и не зол. Он может быть добрым, может быть и очень злым. Конечно, среди белых были не только садисты, было много обыкновенных людей, по природе скорее добродушных и прежде никого не обижавших. Но доброту им пришлось оставить дома вместе с уютами семейными безделками. Злоба диктовалось отчаянием. Даже осенью 1919 года, когда белые захватили «Орел», они не чувствовали себя победителями. Они неслись вперед, как по чужой стране, повсюду видели врагов. В кабачках белые офицеры требовали, чтобы дежурный певец спел им «Модный романс ты будешь первый не сядь на мель, чем крепче нервы, тем ближе цель». Попойки часто кончались стрельбой, то в посетителей, то в зеркала, то в воздух. Офицерам мерещились партизаны, подпольщики, большевики. Чем больше они кричали о своих крепких нервах, тем вернее эти нервы сдавали. Цель расплывалась в тумане спирта, ненависти, страха, крови. Попадали среди добровольцев люди случайные, наивные романтики или слабовольные, поддавшиеся уговорам товарищей, закипнотизированные разговорами о верности, о чести, о присяге. Встречил и я одного из растерявшихся. Это был прапорщик, который любил стихи Блока. Бог знает, какими судьбами он оказался в Белой Армии. Он спас мне жизнь, и мне горько признаться, что я не запомнил его имени. Было это между Мариуполем и Феодосией. На пароходе мы ехали долго. Сначала был пожар, потом суденышка оказалась в Азовском море, скованная льдами. Не было хлеба, больные сыпняком ползли по льду. В одну из последних ночей огромный детина в попахе вытащил меня на обледеневшую палубу. Все спали. Офицер был куда сильнее меня, но он перепил. Мы боролись. Он тупо повторял «Сейчас я тебя буду крестить». Он толкал меня к борту. Помню, я подумал, хорошо, что в воду мы скатимся вместе. Ядвига, которая ехала с нами, услыхав крики, кинулась в кубрик к прапорщику, тому самому фамилию, которого я запамятовал. Он поднялся на палубу, стой, стрелять буду. Увидев револьвер, мой крестный отец разжал объятия. В Феодосии висели те же портреты, и генерал Шкуро лихо улыбался. Я увидел чистых, аккуратно выбритых англичан. Возле их походной кухни толпились голодные детишки. Белые насильно эвакуировали железнодорожников, не помню, из Орла или Курска. Эвакуированные етились в жалких хибарках в карантинной слободке. Англичане глядели уныло на голодных, ободранных людей. Они были вне игры. Их послали сюда, как могли послать в Найроби или в Карачи. Они выполняли приказ. Конечно, они ничего не знали ни о нефтяных акциях, ни о распоротых животах, ни о судьбе детей, которые жадно нюхали воздух. Пахло мясом. Волошин меня ласково встретил. Я сбивчив рассказал о путевых приключениях. Глаза у Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях пророка и Закиила. Пришла мать Волошина, которую все называли пра, и его оборвала. Макс, хватит, они голодные, им не до твоих историй. Она принесла сковородку с картошкой. Моя дочь иногда проводит отпуск в Коктебеле, загорает на пляже, где много красивых камешков, купается, лазит по горам. Когда она мне рассказывает об этом, я вспоминаю далекое прошлое. Мне трудно себе представить, что в Коктебеле можно отдыхать. Я там тоже бродил по берегу и собирал не камешки, а куски дерева, выброшенные морем. Ими я топил жаровню, или, как говорят в Крыму, мангалку. Раз на берегу я нашел дохлую чайку, выпотрошил ее, сварил. Она пахла протухшей рыбой, но мы ее съели. Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова. Зима была суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь, и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я не знал такого постоянного неуемного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца. Мы прожили там девять месяцев. Мне теперь кажется, что это были долгие годы. Сначала было очень холодно, потом очень жарко. Мать Люды надавала ей свои кольца, брошки, их продавали. Потом нечего стало продавать. О литературном заработке было глупо мечтать. Весной я надумал устроить детскую площадку для крестьянских детей. Очевидно, киевские фредовички меня убедили в моих педагогических способностях. В деревне жили болгары, по большей части кулаки. Они не очень-то одобряли белых, которые ликвидировали продовольствие, а иногда в расписке забрали свиньи, селив бочку вина, но больше всего боялись прихода большевиков. «Правда, я нашел болгарскую семью, которая помогала под конструктором, а не было в горбарке». Это были там они. Они пользовались уважением других крестьян, считались честными, трудолюбивыми, но когда заходил разговор о политике, их не слушали. Жил еще в деревне Портной, русский. Он тоже ждал прихода Красной армии, иронически комментировал военные сводки белых. Возле Умани заняли более выгодные позиции, это значит пятки мелькали не иначе. Но Портной был пришлым и справедливо боялся, как бы на него не донесли. Крестьяне хотели, чтобы я обучил их детей хорошим городским манером, а я читал ребятам крокодила Чуковского. Дома они повторяли, и какой-то малыш показал ему шиш. Родителям это не нравилось. Я рассказал им про Соловья Андерсена. Мы решили устроить спектакль. Написанных ролей не было. Мальчик, исполнявший роль Соловья, сам должен был придумать, чем он восхищал Богдыхана. В конце представления старый Богдыхан лежал на смертном ложе, и его окружали воспоминания, хорошие и дурные поступки. Одни ребята повторяли то, что слышали дома, а ты помнишь, как ты украл у старухи гуся, или, а ты помнишь, как ты дал на свадьбу мандарину двадцать рублей золотом. Другие дети придумывали более сложные истории. Некоторые я записывал. Помни девочку, которая сурово спрашивала, скажи, Богдыхан, ты помнишь, как ты позвал в Китай актрису, она пела почти как соловей, ты ей дал большую медаль, ты ее кормил золотыми рыбками, а потом она спела одну песенку, и ты рассердился. А почему ты рассердился, Богдыхан? Она полюбила чужого солдата. Разве это плохо? У солдата устроили обыск и нашли одну книжку, ты сказал, что книжка нехорошая, и ее заперли в и били китайскими палками, и она умерла, очень молодая. А теперь ты хочешь, чтобы соловей к тебе вернулся? Нет, Богдыхан, он никогда не вернется, потому что у него крылья, ты его не посадишь в сарай, он когда улетит, его не поймать. Пьесу мы долго репетировали, наконец назначили спектакль, пригласили родителей. После этого по деревне пошли толки, что я красный. Некоторые крестьяне запретили детям ходить на площадку. Роковыми, однако, оказали занятие лепкой. Я и в этом не хотел стеснять фантазии детей. Они притащили домой загадочных зверей, людей с огромными головами, а один мальчишка вылепил рогатого черта. Вот тогда-то вмешался поп. Он обходил дворы, говорил, это жид и большевик, он хочет перегнать детей в дьявольскую веру. Площадку пришлось закрыть. Просуществовала она три или четыре месяца. Не знаю, дала ли она что-нибудь детям, но я иногда приносил домой бутылку молока или несколько яиц. Платить полагалось натурой, сколько и как обусловлено не было. Некоторые родители ничего не давали. Дети приходили на площадку с едой, и мне трудно было смотреть, как они ели. Я боялся выдать голод. Один малыш, уплетая хлеб с салом и ватрушки, сказал мне, отец говорил, чтобы тебе ничего не давать. Было уже тепло. Я ходил в пижаме, привезенной из Парижа, босиком. Один раз я пошел в деревню, хотел купить молоко или каймак. Зашел во двор кулака. На меня спустили собаку, которая схватила меня за икру. Дело было не в укусе, но она разорвала штанину в клочья. Пришлось обрезать и другую. Теперь я ходил в коротких штанишках. Может быть, это меня молодило, не знаю. Судя по фотографии, вид у меня был страшноватый, я очень отощал. Я прыгал с детишками в костюме, которому мог бы позавидовать любитель античной простоты Раймонда Дункан. А в общем, чего только человеку не приходится делать, особенно в эпохи, которые называют историческими. «Иногда я убегал на час другой в горы. Окрестности Коктебеля красивы, трудные для человека красотой. Они сродни Арагону или старой Кастилии. То лиловатый, то рыжий склон гор. Ни дома, ни дерева. Макет жестокого мира, некогда вдохновлявшего Эль-Грека. Впрочем, может быть, таким не казался Коктебель от всего, что происходило кругом. Войдя впервые в мастерскую Волошина, я вспомнил Париж. Та же царевна Таях, полки, на них книги, предпочтительно французские. Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие. И все же он часто дурачился, мистифицировал. Получалось смешно, но я не смеялся. Иногда подолгу беседовали. Это было как будто продлением разговоров в мастерской Риверы или Братонде. Но говорили мы не потому, что темы, волновавшие нас пять лет назад, казались нам живыми, а потому, что нам хотелось на несколько часов уйти в прошлое. В доме Волошина жила Майя Кудашова с матерью француженкой. Отец Майя был русским и родилась она в России, но картавила, как парижанка, и стихи писала по-французски. Волошин описал ее внешность. Волною прямых лоснящихся волос прикрыт твой лоб, над головою сиянье вихнем завелось, твой детский взгляд улыбкой сужен, недетской грустью сужен рот, и цепью маленьких жемчужин над бровью выступает пот. В Москве, откуда Майя приехала, она вращалась в литературной среде, знала Иванова, Андрея Белого, дружила с Цветаевой. Ее мать была подавлена событиями, которые никак не вязались ни с ее понятиями о порядочности, ни с пьесами Ростана. А Майя, несмотря на холод, голод и прочие беды, жила своей жизнью. Дальнейшая ее судьба такова. Начав переписываться с Роменом Роланом, она поехала к нему в Швейцарию и стала его женой. Несколько лет назад мы встретились в Париже. Мария Павловна была занята организацией музея Ролана, просила меня помочь ей русскими экспонатами. О Коктебеле мы не поговорили, хотя было что вспомнить. Вересаев так писал про три года, проведенные им в Коктебеле. За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки. Пришлось пережить много тяжелого. Шесть раз был обворован, больной с температурой в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного. Арестовывался белыми, болел цингой. В начале 1920 года Викентью Викентьевичу было трудно, несколько поддерживала его врачебная практика. Смеясь, он рассказывал мне, что сначала крестьяне не верили, что он врач. Кто-то рассказал им, что он писатель. В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк. Вересаев как-то осмотрел больного и подсчитал, когда должен наступить кризис. В указанный срок температура упала, и крестьяне поверили, что Вересаев действительно доктор. Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. Он заболел выступником, вересаев к нам часто приходил, летним подругу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги, думал, что он человек рассудочный, прямолинейный, а он обожал искусство, перевозил землегреки ских поэтов, продал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против бордельцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман «В тупике», где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого демократа, то его дочки большевички. Вересаев был на 7 лет моложе Чехова, но, конечно, его следует отнести к тому же поколению, да и по природе он чем-то напоминал Антона Пауловича. Были в нем снисходительность к чужим слабостям, культ добра и спокойная постоянная печаль, порождаемая не столько обстоятельствами, сколько глубоким знанием людей. В романе Вересаева Катя с горечью говорит своему отцу, старому русскому интеллигенту, «Милый мой, любимый, честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, ничего, ничего это никому не нужно». Так рассуждали многие юноши в 1920 году. В 1960 году их дети и внуки поняли, что им до зареза нужны честность, благородство, любовь к народу. которые когда-то вдохновляли Антона Павловича и его духовных друзей. Об Осипе Эмильевича Мандельштаме я расскажу в следующей главе. С ним приехал его брат Александр Эмильевич, человек добрый, вполне реальный, который не раз помогал и своему брату и нам. Жили в Коктебеле литературовед Благой и его жена врач. Жена писателя Андрея Соболя Рахиль Сауловна тоже была врачом. Она нянчила годовалого сына Марка. В 1949 году поэт Марк Соболь подарил мне мою книжку, на которой стояла надпись Андрея Соболя и написал стихи, кончавшиеся так «Сын вписывают через четверть века слова любви под подписью отца». Сыпняк вообще скверная болезнь, а в тогдашних условиях выходить больного было трудно. Ухаживать за Любой мне помогала Ядвига, но она сама была хрупкой двадцатилетней девушкой. Болезнь проходила тяжело. Врач хотел впрыснуть комфору, а не было шприца. Александр Емельевич поехал верхом в Феодосию, с трудом достал шприц, торопился и по дороге его разбил. Ему пришлось вторично поехать в город. Потом понадобился спирт. Я обходил дома, где жили родители моих учеников, просил водку. Мне отвечали, что белые все выпили. В одном доме справляли свадьбу. Увидев на столе большие бутыли, я обрадовался, но хозяева сказали «Хочешь пить, садись нальем, а на вынос нет». Вересаев приказал мне все время проверять, какой пульс у Любы. Ночью пульс исчез. Вересаев на беду уехал в другую деревню. Я побежал к Благой и Соболь. Они нервничали, говорили, что положение безнадежное, незачем мучить больную. Все же я их заставил впрыснуть стряхнин. После того, как температура спала, у Любы оказалось осложнение. Она была убеждена, что умерла, и мы зачем-то устраиваем ей посмертную жизнь. С великим трудом я доставал для нее продукты, готовил, глотал слюнки, а она говорила «Зачем мне есть? Я ведь умерла». Легко себе представить, как это на меня действовало, а тут нужно было идти на площадку и прыгать с детишками в хороводе. Потом мы достали машинку для стрижки овец. Ею Вересаев обкорнал Любу. К счастью, в наш флегелек начал заглядывать Волошин, он обожал заумные разговоры. Люба говорила, что она видит все сквозь стены, это Максу нравилось. Макс. Осип Эмильевич любил передразнивать разговоры поэтов-символистов. «Как поживаете, Иван Иванович?» «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». Несмотря на трагизм положения, Макс не мог расстаться с любовью ко всему потустороннему. Он искренне увлекался беседами с Любой, а я гадал, что со мной приключится. Сойду ли я с ума, заболею тифом или наперекор всему выживу. Тоненькая смуглая ядвига, похожая на героиню итальянских неореалистических фильмов, с утра до ночи стирала белье. Я говорил, что у меня были собеседники и Вересаев, и Волошин, и Мандельштам, но со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный мой собеседник, тот сфинкс, что задал мне в Москве загадки и не получил ответа. Зимние ночи были длинными, Люба спала, под окном шумело рассерженное море, а я сидел и думал. Я начинал понимать многое, это оказалось нелегким, у меня ведь позади были и стихи, и вера, и безверие, мне нужно было связать розовый отцвет Флоренции, неистовой проповеди Леона Блуа, пророчества Мудильяни, со всем, что я увидел. Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем историей, убедиться, что происходящее не страшный кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, о рождении нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить в темной сене иной эпохи. Я понял, что старый мир, который я обличал в стихах о канунах, нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультра-новым искусством. Конечно, я оставался самим собой, меня страшили и бессмысленные жертвы, и свирепость, расправ, и упрощение сложного мира эмоций, но я понял, что мои оценки спорны. Рожденный вчера, люблю я вчерашнюю мудрость. Я написал книжицу «Раздумья» и хочу привести несколько стров из одного стихотворения, помеченного январем 1920 года. Стихи, пожалуй, слабые, но они выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет. Распухла с голоду, сочится кровь из ран отверстых, и к матери земле в тоске припала ты. Россия, твой родильный бред они сочли за смертный, гнушаются тобой, и сыты, и чисты, бесплодно чрево их, и груди каменеют. Кто древнее наследие возьмет, кто разожжет и дальше понесет полупогаши факел Прометея? Суровы роды, час высокий страшен, ни в пене моря, ни в небесной синеве, на темном гноище омытой кровью нашей рождается иной великий век. На краткий срок народ бывает призван своею кровью напоить земные борозды. Гонители к тебе придут отчизна, целуя на снегу кровавые следы. Меня теперь коробит от нарочито книжного языка, гноище, чрево, борозды. Удивительно, как после стихов о канунах и восхищения кубизмом я вдруг сбился на словарь символистов. Впрочем, новый словарь звучал не лучше, выражаясь на нем, я должен был бы объявить, что становлюсь на советскую платформу. А какая у меня могла быть платформа? Детская площадка, да и ту вскоре прикрыли. Жили мы в Коктебеле отнюдь неспокойно. То и дело из Феодосии приезжали военные или охранники, искали подпольщиков, партизан, смутьянов, арестовали Мандельштама. Его вскоре выпустили. На это было лотерей, могли расстрелять. Однажды устроили обыск в доме Волошина. Я поглядывал на дорогу с опаской. Много раз в жизни мне приходилось чувствовать себя дичью, прислушиваться к шагам на лестнице или к лифту. Это очень противное ощущение, унизительное, но я себя утешал тем, что я по природе не охотник, никого не выслеживал и не арестовывал. Иногда по ночам мне мерещились герои Хуренито. Они как будто стучались в двери ненаписанной книги. Но у меня не было мысли сесть за роман. Можно для шутки добавить, что не было даже бумаги, стихи я записывал на обороте старых конторских счетов. Я думал тогда о другом. Как добраться до Москвы? Войне казалось не будет конца. Разбили Колчака, но в поход двинулись поляки. Как-то я нашел в Феодосии несколько номеров парижских газет. Я узнал, что на выборах во Франции победили правые, что союзники никогда не отдадут плацдарма в России, что они защищают свободный мир. Формулы куда долговечнее правительств. Действительно в Феодосии я видел много иностранных офицеров. В порту царило оживление, выгружали пушки, боеприпасы. В Феодосию я ездил редко. Нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвезти человека на своей телеге, на четырех бревнах все время расползавшихся, да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть аркадами или ярусами домов на горе, но в городе шла нехорошая жизнь. Никто просто не шел по улице, одни покрикивали, другие поеживались. У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых, либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил. Были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться. Мандельштамы уехали. Им помог, насколько я помню, начальник порта. Я докучал и Волошину, и моим феодосийским знакомым, чтобы они помогли нам выбраться. Наконец Макс сказал, кажется, выходит. Кончалась затянувшаяся глава «Не книги, жизни».